Так, Пётр Иванович, вы нас слышите? Это с левой, да? А, без наушников, да? Доброе утро. Доброе утро, Пётр Иванович, вы нас слышите, да? Я слышу вас. Здравствуйте, Алексей Евгеньевич. Доброе утро. Так, ну что, всё у нас установлено. Мы начинаем нашу работу. Но наши наиболее голодные товарищи, наверное, подтянутся. Мы не будем их ждать, они сориентируются сами. Так, мы начинаем следующий этап нашей работы. Сегодня у нас в гостях с выступлением по теме дня Пётр Иванович Бартоломей, профессор кафедры автоматизированных и электрических систем. У нас, кроме этого, в гостях руководитель организации «Электропрофсоюз» Северновской области Лев Григорьевич Куминов. В зале, я думаю, что он подключится к дискуссии со своими коллегами, профсоюзными руководителями «Электропрофсоюз» Сергея Львович и «Электропрофсоюз» Северновской области. Пётр Иванович, вам слово. Мы вас слушаем. Хорошо. Спасибо. Здравствуйте, Алексей Евгеньевич и все коллеги, которые присутствуют на этом мероприятии. И очень приятно, что есть люди, которые представляют производственную сферу. И это очень важно в данном разговоре, потому что это может в конечном итоге как-то повлиять на обсуждение. Вы видите заголовок темы «Электроэнергетическое инженерное образование и энергобезопасность». В таком виде, в таком формате я впервые эту тему обсуждаю, потому что до этого я говорил только про проблемы инженерного образования. Сейчас же я вынужден уже объединить эти две темы – инженерное образование и энергобезопасность. Для слушателей я хотел бы все-таки представиться, почему я эту тему затрагиваю, почему она меня волнует. Дело в том, что я много лет, во-первых, был заведующим кафедрой, которая готовила инженеров. В частности, за годы существования нашей кафедры с 30-го года, прошлого столетия, по настоящее время, мы подготовили около 7 тысяч инженеров. Далее, сам я выпускник этой кафедры 1959 года, и за время моей работы мы подготовили около 6 тысяч инженеров, поэтому есть большой опыт. Более того, я много лет, порядка 20 лет, был членом учебно-методического объединения Министерства образования СССР, ну и в последние годы это уже Россия, которая занимается проблемами образования. Поэтому у меня есть достаточное основание делать какие-то выводы и делать заключения. Более того, я имел возможность проходить стажировки за границей, в частности, есть знакомство с лондонской кафедрой Queen Mary College, родственной нам. Я проходил стажировку в Бельгии, тоже на родственной кафедре и в энергосистеме бельгийской. И поэтому есть некоторые сведения, полезные для этого обсуждения. Более того, буквально две недели тому назад я ознакомился с подготовкой инженеров в Берлинском техническом университете, в ведущем университете Германии, где те же проблемы, оказывается, возникли. И будет интересно обсудить, как они выкручиваются из создавшегося трудного положения с образованием, которое связано в данный момент. Первые несколько слайдов у меня будут некое знакомство, историческая справка. Я не буду зачитывать, вы, пожалуйста, сами читайте, если это возможно. Я не хотел бы повторять содержание, я буду комментировать только то, что здесь представлено. Мы отпраздновали в недавнее время 300-летие инженерного образования в России. Оно начиналось с Петра I. И оно было одним из лучших, если не самым лучшим, в принципе, во всем мире инженерное образование. Более того, две инженерные школы, родственная, немецкая и российская, они параллельно развивались, дополняли друг друга, и это позволяло им занимать лидирующие позиции. Но последние столетия, будем так говорить, стало очень сильно доминировать англо-американское направление, которое привело, в конце концов, к так называемому баллонскому процессу, когда европейские государства объединились в одну ассоциацию с целью обеспечить взаимную увязанность дисциплин и возможность студента переходить из одного вуза в другое. Например, чтобы наш студент, который закончил первую ступень, мог поехать в Сорбонну во Франции и там продолжать образование. И наоборот, какие-нибудь китайские студенты могли приехать к нам и у нас учиться. В этом есть, конечно, определенный смысл, определенные положительные достижения, но об этом я буду говорить ниже. Но возникли некоторые очень серьезные проблемы, о которых я буду сейчас ниже говорить. Вот здесь будут слайды, как у нас развивалось инженерное образование. Оно, как вы видите, особенно сильно уже в 19 веке, вы увидите, и вот в 20 веке развивалось. Здесь следует отметить, что эти высшие учебные заведения были в те времена достаточно самостоятельными. Не было такого государственного регулирования, которое сейчас существует. Более того, знакомство с западными университетами показывает... Я вот сейчас потерял звук, и не знаю, слышите вы меня или нет. Да-да, слышим. Я убедился, что на Западе западные университеты до сих пор сохраняют большую самостоятельность, в отличие от нашей системы образования, где все регламентируется Министерством высшего образования. Шаг влево, шаг вправо наказуемы. Поэтому мы вынуждены очень много заниматься формализацией единых программ, единых образовательных стандартов. И собственные школы, которые должны быть основой образования, они здесь особой роли не имеют. На Западе очень важную роль играет именно профессура собственного университета, который формирует темы, направления, методику образования. Вот я здесь демонстрирую на этом слайде, что особенно в послевоенные годы был большой рывок в инженерном образовании. Действительно, в эти годы количество инженеров нужно было увеличивать. Более того, даже появилась заочная форма образования. И мы выпускали огромное количество. Здесь я ниже укажу определенные достоинства этого. Но в это время Россия, в общем-то, была, и СССР была довольно отсталой в техническом отношении страной. Иногда было делать рывок догонять Запад. И поэтому это было очень важно, чтобы у нас было много инженеров, чтобы из них можно было кого-то выбирать. И они могли занимать лидирующие позиции. Вот мы видим, что уже в 60-е годы количество инженеров было столь велико, что в принципе мы обратили внимание о том, что произошло насыщение, что идет перепроизводство инженеров. Такого количества уже не нужно было. Я об этом еще ниже буду говорить. Но на всякий случай, чтобы не забыть, прямо сейчас скажу. Прямо сейчас скажу. Вот возьмем, допустим, нашу систему образования, количество инженеров, которые работают на производстве. Ну, например, мне так кажется, приблизительные цифры, что на каждые тысячу мегаватт у нас от 50 до 100 инженеров работает на производстве. Вот Рефтинская ГРЭС, например. Меня поправят тут присутствующие люди. Там, грубо говоря, это 4 гигаватта, 4 тысячи мегаватта. Значит, порядка 300, наверное, 400 людей с высшим образованием, инженерным образованием там работает. По шведским меркам у них норма есть такая, что на 1 гигаватт, то есть на 1 тысячу мегаватт, нужен 1 инженер. Поэтому на Рефтинской ГРЭС должно по не их меркам работать всего 4 инженера. Что же произошло? У нас огромное количество инженерных рабочих мест, инженерная должность. А инженерной деятельностью фактически занимается очень небольшое количество людей. Не нужно тех глубоких теоретических знаний, которые мы даем основной массе инженеров. И вот отсюда произошел первый перекос в системе, что инженерное образование стало невостребованным в нашей стране. Огромное перепроизводство инженеров. И об этом я еще буду говорить. Вот некоторые положительные результаты. Здесь они идут с плюсом в нашей системе. Действительно, произошло повышение образовательного и культурного уровня населения. Безусловно, я сам наблюдал, что наша подготовка, наша начитанность людей, наша грамотность была намного выше в конце прошлого столетия, чем зарубежная. Это была самая читающая страна, между прочим. Появились школы, так называемые научно-педагогические школы. Вот в частности мы можем выделить в инженерных, в нашей, в электроэнергетике. Я выделяю четыре основные школы. Это первая Московская школа, Московский энергетический институт. Дальше, конечно, я должен отметить Ленинградскую школу, научную, и вот нашу Уральскую школу в Уральском политехническом институте, и Новосибирскую школу. Вот четыре основные школы, которые были в СССР, и которые, ну, еще Киевская была, но сейчас это другое государство. Вот основные школы, в которых научные направления и свои собственные программы каким-то образом формировались. И это очень важно, чтобы в каждой школе было свое направление, и свой стиль определенный, чтобы люди, которые хотели бы выбирать образование, знали, что вот эта школа, она тем-то и тем-то интересна, а вот это другое. И таким образом появляется возможность выбора. Дальше. Мы имели огромные достижения в развитии электроэнергетики. Например, создание единой энергосистемы СССР, потому что это выдающееся достижение в мировой практике. Ничего подобного в мире не было, ибо мы имеем самую протяженную страну, в которой самые сложные проблемы передачи электроэнергии на большие расстояния. Это очень сложная инженерная задача ее реализовать. Более того, нужно сохранить устойчивость. И мы вот до сих пор еще не имели, к счастью, чу-чу, как говорится, сложных системных аварий, которые сотрясают и Запад, и Соединенные Штаты Америки. Вот в Америке знаменитые аварии, они проходят, описываются в книгах Артура Хейли, например, в книге описана авария в энергосистеме 1975 года, когда треть страны, вообще говоря, потеряла питание. Это катастрофа была. Мы такого не знаем. На самом деле, это были выдающиеся достижения. Более того, наши специалисты ездили, осваивали и строили Асуанскую ГЭС, строили многие другие предприятия, гидростанции, электрические системы за рубежом. И показали, что они действительно являются представителями самой передовой научной инженерной школы. Но вот это не все, конечно, плюсы. Я не буду на них, на всех останавливаться. Но и минусы появились. Я уже сказал, что получилась невостребованность инженерных знаний, ибо огромное количество людей занимались не инженерной должностью, деятельностью. Давайте вспомним, что такое инженериум. Что такое инженериум в переводе? Это творение. Это творческая работа. А кто занимается творческой работой? Не все инженеры. По нашим наблюдениям, мы выпустили уже около 7 тысяч. Процентов 5 не больше занимаются инженерным образованием, инженерной деятельностью. Вот это разные вещи инженерной деятельности, инженерной должности. Я на это обращаю внимание. Ну и плюс еще уже проблема не в том, что мы давали плохое образование. Этого не было. А на самом деле, что экономическая система, плановая система не делала востребованность этих инженеров. Мы приносили на производство свои идеи, но на производство на них не реагируют, потому что у них есть план. Они должны работать по плану. И это привело к тому, что произошел отрыв и в науке, и в деятельности между производством и практикой. Вот теперь в соответствии с Болонским процессом, который мы подписали в 2007 году, мы должны перейти от старой системы. Вот слева вы, если видите, ну, надеюсь, что вы видите, потому что мне-то не видно, что у вас на экране. Вот сейчас увидел. Вы видите инженерное образование буквой «И» обозначено, пятилетнее, классическое, так же, как вот в Германии оно построено. И справа та система, которая превалирует в Европе, особенно, даже она не в таком виде регулирует, потому что они тоже учат пять лет в целом, но у них есть первая ступень бакалавры и вторая ступень магистры. Нам, вот я сам себя не слышу, но тоже надеюсь, что вы меня слышите. Так, с правой стороны ступенька магистров появилась. У нас предполагается теперь переход на эту систему. Не предполагается, он уже произошел. В 2011 году прекратили выпуск, прием на инженерное образование, мы работаем уже по линии бакалавр-магистр, а инженерное мы доучиваем еще тех, которые до 2011 года поступили к нам, и вот в ближайшие еще два года будут идти выпуски инженеров. Вот интересно производственников, чтобы они задумывались, что они будут делать через пять-десять лет. Ну, первые два-три года никто не будет чувствовать, потому что еще есть молодые люди, которые кончают, которые недавно поступили. Но если притока инженеров не будет, будут руководствоваться бакалаврами и магистрами. Четыре года первая ступень бакалавриата и шесть, еще два года магистратуры. В 2011 году было принято решение о сокращении числа специальностей, в которых есть инженерное образование. В частности, электроэнергетики среди них нет. Вы это видите на представленном слайде. Ну, вот этот процесс я еще раз тут демонстрирую, что начался он в 99-го года. Первое решение Госдумы было в 2007 году, и в 2011 это решение было уже окончательно сделано. Что же теперь произошло? Я не буду рассказывать, здесь у меня очень много материалов. Я просто сконцентрировал мнение видных деятелей науки и образования. Чем опасно это новшество, когда нет инженерного образования по электроэнергетике? Я должен сказать, что электроэнергетика одна из главных деятельностей людей, потому что без электроэнергии, извините, сейчас ничего не будет. По мнению комиссии ООН, они называют три ведущих основных проблем в мире, которые характеризуют научно-технический прогресс. Это космические науки и деятельность, это медицина и электроэнергетика. Я вообще-то говорю, не совсем согласен, что космическое сейчас для нас является наиболее важным направлением деятельности. Можно еще, наверное, без космоса прожить, но вот без электроэнергии мы никуда не двинемся. Ну и, конечно, здоровье человека и попытка его каким-то образом обеспечить, это действительно фундаментальное и важнейшее направление деятельности. Электроэнергетика характеризуется тем, что это глобальная проблема. Сейчас идет объединение всех энергосистем на параллельную работу. В будущем мир будет опоясан единой энергосистемой, от этого мы никуда не уйдем. И это пространственное и временное объединение приводит огромным сложным задачам, которые должны технически решаться. Более того, Запад давно прошел этот пик нужды. Им уже не так нужно много инженеров. Мы настолько сильно отстаем от Запада. Если время у меня еще будет, я приведу несколько примеров характерных, что вот этот разрыв нам еще только нужно ликвидировать. нам надо еще в элиту передовых стран вливаться. Поэтому мы опасаемся, что отсутствие инженерного образования именно в электроэнергетике это будет катастрофой для нашей страны. Почему я и стал называть эту презентацию как проблему связи образования с энергобезопасностью. Вот я прямо зачитаю этот слайд, который записан в одном из же теперь реквыводящих материалов для обсуждения в Думе. Хотя Дума очень консервативно поступает, я об этом тоже скажу, по отношению к образованию. Отказ от выпуска инженеров в России дает лишь экономический эффект в уменьшении на 15-20% затрат на высшее образование, что несопоставимо с потерей возможности грамотного технического обслуживания и обеспечения безаварийного состояния сложнейшего электроэнергетического оборудования и системы управления, технологическим процессом производства и передачи электроэнергии. Ну и дополнительно, что квалификация бакалавр не обеспечивает необходимой профессиональной деятельности в промышленности страны, а в электроэнергетике особенная. Вот что будем делать через некоторое время, когда люди не знают, что такое бакалавр, на что он способен, может ли он компенсировать инженеров. Сразу скажу, ни в коем мере бакалавр это не инженер, хотя некоторые пытаются, некоторые пытаются сейчас в бакалаврскую программу, она у нас на 4 года рассчитана, затолкать то инженерное образование, которое было в 5 лет. Должен сказать, что в век быстрого научно-технического прогресса даже 5-летняя программа очень с трудом понимается за 5 лет, а тебе ли ее затолкать 4 года просто невозможно, это профанация будет, и это невозможно, это не воспринимается. Как невозможно за очень короткий срок что-то сделать, нужно время для любого вида обучения, это истинно. Вот в апреле этого года проходила Российская конференция, которую ФСК организовала в Москве, которая приблизительно называлась «Подготовка кадров и новое молодое поколение», так оно может участвовать в этом. И я там услышал мнение председателя комитета по энергетике Государственной Думы Российской Федерации Липатова, «Электроэнергетика без инженеров – это прямая угроза энергетической безопасности России». Поэтому я именно с этого момента стал обращать внимание, что эти две темы нужно увязать между собой. И хотя я вот здесь указываю, что мы уже выступили на целом ряде международных конференций, и в том числе только что прошедшие 12-го года, эту тему серьезно обсуждали. И более того, она, как всегда, была ключевой при обсуждении, хотя темы были и технические, но пока сдвига никакого нет, и это очень обидно, по сути дела. Я должен сказать, что в 2011 году была некоторая надежда на то, что что-нибудь у нас сдвинется в этом направлении, потому что президент был, значит, часто говорил о том, что нужно, Медведев я имею в виду, говорил о том, что нужно инженерное образование совершенствовать, нужно поднять и повысить роль инженера и так далее, и так далее. Но последний год, уже 12-й год, пока что наши надежды отнимает. Мы все привязывали наши недостатки, связывали с именем Фурсенко, министра, который был поставлен еще Путиным в начале этого века. Но его убрали, но, между прочим, убрали с повышением, и поэтому я об этом сейчас ниже буду говорить. И он теперь стоит на более высоком посту по отношению к новому министру. Вот об этом здесь написано на этом слайде. И новым министром образования назначен Ливанов. Вот одно из первых его выступлений, одно из первых его выступлений, где он назвал три основные, вы можете их прочитать, я не буду зачитывать, три основные направления деятельности министерства образования. Что вот это недостатки, которые нужно ликвидировать. Но самого главного здесь нет. Все беды сейчас происходят от того, что идет недофинансирование, недофинансирование высших учебных заведений, и в техническом случае это чрезвычайно важно. Я поэтому и говорю, а главного-то они не обратили внимания. И вот я подхожу к ключевому моменту. У нас сейчас разбегание происходит из высших учебных заведений преподавателей. Старение вузов, потому что никто не хочет на ту зарплату работать, которая там есть. Вот вы видите, что в транспорте 39 тысяч, допустим, средняя зарплата. Строительство 34. Вот внизу написано, откуда я взял эти данные. Это не мною придумано. А вот преподаватель вуза имеет среднее, ну, учитывая разные ступени, вы видите, 12 тысяч рублей. Вот профессор зарабатывает сейчас приблизительно столько же, сколько водитель троллейбуса. Это говорит о том, что мы теряем свои кадры, никто не хочет на такой работе за такую оплату работать. Или патриоты, в виде меня, они начинают искать себе дополнительный заработок. Но никто, конечно, не будет сейчас, профессор себе не может позволить, вообще-то говоря, такое существование на зарплату, которую дает государство. И он ищет дополнительную работу. На нашей кафедре мы, например, нашли такую работу. И многие ее находят, работу в виде дополнительной нагрузки. Хомерческое образование. Вот один из важнейших ключевых моментов, которые нужно обсуждать. Оно же приводит к гибели. Почему? Потому что нам студентов никто не сокращает, государственное обучение. А появляются коммерческие за деньги, которых мы боимся выгнать, потому что из-за них мы как-то немножко повышаем себе заработную плату. Вот ассистент получает 8 тысяч рублей. Как можно оставить молодого, талантливого инженера, выпускника на такой зарплате? Это нонсенс получается. И он должен выполнять всю нагрузку, которая у него здесь. Но чтобы себе зарабатывать деньги, он должен еще какой-то вид деятельности найти. Многие уходят, потому что на заводе, на производстве, вон он прошел в промышленность, он сразу получает значительно больше. Мои инженеры, которых я готовлю, тут же приходят на производство и получают вдвое больше, чем я, или доцент, который его только что подготовил. Это угроза образования колоссальная. Я не понимаю, почему учителям повысили деньги, почему врачам повысили деньги, почему именно в высших учебных заведениях сохраняется такая низкая заработная плата. И поэтому мы без помощи производства, вот представители стоят, контакты с ними, не можем сохранить образование, если преподаватели не будут иметь некую поддержку поддержку образованию со стороны производственной сферы. Ну вот, скажу, стипендия студента, она сейчас, у лучших студентов, она до 7 тысяч доходит, а в основном это около 5 тысяч рублей. Можно ли на такую стипендию, вообще говоря, заниматься учебой? Нет, конечно, нельзя. Поэтому студенты, многие сейчас работают. и вот что получилось. Я тоже был в студенте, работал деньги. Мы учились, но где-то там подрабатывали. Сейчас, как это уже утверждают, прямо везде звучит выражение, что сейчас студенты работают, но подучиваются. Слушайте, с таким качеством образования мы проблемы не решим никогда. И сколько бы мы по мнению структуру образования не меняли, не обсуждали, сколько бы мы планы корректировали, от этого ничего не изменится, когда некому будет учить. Вот я сейчас пропущу вот этот слайд, потом я к нему вернусь, потому что я вот хотел бы здесь, на этом слайде сейчас некий перерыв сделать, закончу его, и перейти к некой конструктивной части. У вас, может быть, по первой части будут вопросы. Во-первых, причины кризиса в инженерно-техническом образовании. Вот я уже сказал, глубокое недофинансирование заработной платы преподавателей, приводящих к старению преподавательского состава. Вы знаете, что у нас в университете многие, в том числе у нас электротехнические, исключая нашу кафедру, имеют средний возраст 59-58 лет, то есть уже пенсионный возраст. Молодых людей нет. Вертикаль власти в системе высшего образования привела к утрате обратной связи снизу вверх, потому что наше мнение никто не слушает. Сверху дается указание, оно некомпетентное чаще всего, невозможно в образовании. Я более того скажу, нельзя в науке командовать сверху, нельзя в искусстве, в культуре командовать сверху. Должна быть здесь другая система взаимоотношений. Я уже сказал, что на Западе нет такого диктата сверху вниз, как министерство, которое курирует вплоть до программы, до количества и соотношения студентов. Но я тут должен прямо сразу заметить, вот есть очень важный штатный коэффициент, который характеризует состояние образования. Количество студентов, приходящихся на одного преподавателя. В СССР это было 12. С приходом Гельцина он сразу сказал, что нужно постепенно снижать эту цифру и довел ее до 10. Дальше ему уже не позволили. Более того, он первый указ написал и сказал, что нужно зарплату преподавателей довести вдвое больше сделать, чем средняя заработная плата в промышленности. Сейчас пока что до сих пор наоборот. Но техническое образование реформирует тоже опасность и модернизирует гуманитарии. То есть это некомпетентный менеджмент. Люди, которые имеют другой менталитет в образовании, в мышлении, в гуманитарии, пытаются навязать в технологических вопросах, в технических вопросах, как здесь нам изучать то или иное физическое явление, в частности, допустим, процессы, которые проходят в электрической системе. Ну и производственная сфера вот тоже важный момент, который здесь для производственников говорит. Ну и что, что не будет инженеров? Будут магистры. Давайте мы будем магистрами пополнять этот вопрос. Об этом я еще ниже скажу. И приглашает на работу студентов, отрывая их от учебного процесса. Я вам прямо скажу. Вот приходишь на лекцию, многие преподаватели жалуются, половина студентов сидит. Где? Они работают, потому что им нужно зацепиться, чтобы на работе устроиться и обеспечить себе будущее. Но это приводит к тому, что они, по сути дела, становятся безграмотными инженерами. Вот в этом году, в этом году, в 12-м году мы имели 50% студентов, выпускников, недопущенных до госэкзамена с хвостами за 3-й, 4-й, 5-й курсы. Это никуда не годится. Этого раньше никогда такого не было, а сейчас мы сталкиваемся с таким явлением. Ну, вот я хотел бы здесь сейчас, Алексей Евгеньевич, прерваться, может быть, по первой части, так сказать, с неким траурным таким звучанием, остановиться и попытаться дальше уже двигаться по теме, а есть ли вообще какие-то шансы и пути исправления этой системы, и как международный опыт показывает. Я вот хотел бы так поступить. Спасибо большое, Петр Иванович. Это, наверное, очень мудро, потому что конструктивная часть лучше бы отдельно сейчас бы разобраться, вот почему мы пришли к этому и с другими вопросами, которые вы подняли в своем очень интересном выступлении. Коллеги, вопросы, Петр Иванович, есть? Пожалуйста. Группа экономика Андрей Анатоков. Вот в вашем докладе прозвучали цифры и хотелось бы понять, почему нет вот как бы некоторого соответствия. Вы сказали, что на настоящий момент инженеров-то может быть и в производстве не нужно в таком количестве. Привели пример, что на возможные 4, так сказать, действительно необходимы инженерной должности приходится 400 сотрудников, имеющих инженерное образование. И, соответственно, при таком гигантском разрыве, то есть в 100 раз фактически из ваших примеров, значит, говорится об надвигающемся кризисе в силу того, что будут выпускаться магистры-бакалавры. Вот не приведено в то же время цифры, насколько количество магистров меньше, чем учатся бакалавров, выпускаются. Если нужно всего 4, так может быть, эти 4 из этих магистров потом появятся все-таки. А не надо те 400, которые не нужны с инженерным образованием, на инженерных должностях, но с ненужным инженерным образованием. Спасибо. Я понял вопрос, спасибо. Вы меня слышите, я отвечаю, да? Да. Отвечаю. Действительно, многие рассуждают, что можно теперь при помощи магистров решить эту проблему. Начнем с того, что, допустим, в Соединенных Штатах Америки все равно сохранировались еще инженерные, только в малом количестве сохранились инженерные выпуски. Возьмем мы Существительский технологический институт. Обратите внимание даже на звание. Это не университет. Дело в том, что по Болонскому понятию университет это высшее учебное заведение, которое имеет магистратуру. А там имеют магистратуру в Америке учебное заведение, которое называется институтами. Вот наш Уральский политехнический институт мы вынуждены были по этой новой системе переделать в университет ради того, чтобы вписаться в эту европейскую систему и ассоциацию взаимодействия вуза. Так, теперь действительно по количеству. Полное отсутствие инженеров, полное отсутствие инженеров, это опасно, потому что проблем очень много. Я напомню вам, что магистр по своему предназначению, по своему предназначению, это человек, которого мы готовим, как теоретик, которого готовим к научно-исследовательской и педагогической работе в вузе, чтобы он потом готовил других магистров, новое поколение. А инженер это некая гибрид, очень важный гибрид производственных и научных знаний. Конечно, научная составляющая ему такая глубокая не нужна. Вот я просто такой пример приведу. Для того, чтобы оперативно-диспетчерскую работу вести, мы пользуемся огромным количеством программных комплексов, которые создаются для управления режимами. И диспетчеру, инженерам не надо знать, какой там математический метод заложен, потому что его интересует, как пользоваться этим программным комплексом, как принять решение, то или иное правильное решение для исправления ситуации, аварийной ситуации и так далее. А кто-то разрабатывает эти программы, вот магистры должны разрабатывать программы новые, и тут нужна и математика, тут нужны информационные технологии, новые совершенно информационные технологии, и без них не обойтись. Теперь о количестве. В 74-м году я впервые был на родственной кафедре в Лондоне, и вдруг это для меня было потрясение, оказалось в Англии всего две кафедры электроэнергетических, таких как нам, наши, мы выпускаем в среднем по 100 человек в год, вот я уже вам сказал, что за 50 лет мы выпустили 5000 инженеров, приблизительно, а у них всего две кафедры по одной группе, а группа это 15 человек, у них классическая система, и нам бы тоже по Болонской системе нужно 15 человек в группе, а нас так еще по 25 человек все равно делают группы, так вот они две группы всего выпускают, из них группа заканчивает и магистратуру переходит 4 человека в каждой, вот считайте 8 они выпускают магистров в год, в Англии в это время было 50 миллионов человек, в СССР было 250 миллионов человек, следовательно, если бы по их меркам мы должны были бы в 5 раз больше выпускать инженеров, если их приравнивать к магистрам, не 8, а 40 человек, а мы в это время выпускали 2500 инженеров, все 44 кафедры родственные в Советском Союзе, сейчас мы порядка 2000, потому что уже у нас не выпускают Средняя Азия, это самостоятельное государство Украины и так далее, где-то 1800 инженеров пока выпускаем, поэтому, конечно, такого количества не надо, но не надо подменять инженеров и магистрами и наоборот, это разные сферы деятельности, и если мы начнем пытаться компенсировать отсутствие инженеров магистрами, это значит, мы погубим научную составляющую, исследовательскую составляющую, и так мы будем тогда в хвосте, я еще, но время поджимает, я уже чувствую, я бы мог много примеров свежих привести по поводу вот этого отставания, ответил, по-моему, на ваш вопрос. Да, спасибо, Петр Иванович, у меня вот такой вопрос, вы выпускник 1959 года, могли бы вы сравнить вот свое поколение вот этих людей, которых вы как раз помните хорошо, инженеров, выпускников, как специалистов, как людей, что отличает вот, скажем, ту молодежь техническую, да, вузовскую, и теперешнюю, вот свежих наших выпускников, что вам бросается в глаза в первую очередь? Ну, я не буду обсуждать морально-этическую сторону, мы совершенно разные люди по критериям нравственности и так далее, и это не их вина, этого поколения, это то, что разнузнанные телевизионные программы, я не буду эту сторону трогать. сейчас народ более продвинутый по отношению к нашему поколению, по крайней мере, вот сейчас у меня внучка совершенно спокойно работает уже на компьютере, что-то там, какие-то программы запускает, то есть информативные возможности у них совершенно другие, они более подготовлены, у нас этого не было, но больше было в то время именно, вот что отличало, это конкретная тяга к определенной специальности, сейчас очень много студентов плохо представляют свою будущую специальность, на мой взгляд, и ну просто потому что есть желание получить корочки, вот этого не было такого раньше, получить корочки, диплом ему нужно с высшим образованием, его не интересует наша электроэнергетика, он потом пойдет хоть куда работать, потому что ему нужно, чтобы у него был диплом с высшим образованием, это позволит ему устроиться, вот это отношение к учебе и к своей будущей профессиональной деятельности, оно резко заметно, а в том смысле, что подготовленность молодых людей в чем-то хуже, потому что особенно сейчас новое веяние, естественно научные дисциплины падают, и больше на гуманитарную составляющую, опять техники как раз нужно наоборот, но тем не менее, все-таки несмотря на то, что студенты приходят сейчас менее подготовленные и в математике, и в физике, вот в информатике другое дело, что они более подготовленные, но мы как-то выкручиваемся, все-таки успеваем им дополнительные знания дать, чтобы он был на выходе подготовленным специалистом, вот видите, это экспромт, если я потом домой приду, я, наверное, еще что-нибудь исполню. Я прошу вас, может быть, даже и сейчас, потому что мне кажется, Петр Иванович, это очень важно. Вы сказали, тяга к специальности, почему, в чем дело, что такое было, вы сказали, отношение, ну, ко всему, я бы сказал, отношение, да, я вот узнал коллеги уже после, долго после выпуска, я в 78-м году выпускался, что там Петр Иванович Бартоломей в студенческие годы был туристом, как бы, как и я, но оказывается, вот он входил в группу Дятлова, были такие люди, которые, значит, вернее, их было много, было какое-то движение, турклуб Пупи, Романтик, это было, мне кажется, какое-то гигантское движение, судя по, там, с летом их, по духу, вот что-то, что-то изменилось, мне кажется, очень важно, и не только в рамках, там, подготовленности, вот, низкой стипендии, а что тогда была большая стипендия, вы говорите, что профессор может прийти на лекцию и застать половину студентов, вот сегодня, да, кто-то работал, вот сегодня вы пришли, профессор, сегодня вовремя, застали половину тех, кто, как бы, хотел с вами встретиться, потому что половина ночью пила пиво, вот это, в чем дело, в чем причина? Я сказал, что морально-этическую сторону не буду обсуждать. Я понимаю, но тем не менее, что было тогда, вот что было, все-таки, важное, что может быть сегодня, ну, кто, непонятно, кто виноват, но я же не говорю, что конкретно кто-то виноват, но что, в принципе, изменилось, есть ли у вас, вот такая, неучтенная компонента, того, что мы тоже теряем? я, я, когда был на пятом курсе, я, знаете, о чем мечтал? Я хотел поехать, тогда только разговоры были о строительстве братской ГЭС, и начинались они, и я мечтал поехать в Сибирь, чтобы там заниматься какими-то вопросами, и когда меня... Крупными стройками. Александр Замасов, заведующий кафедрой, вы его прекрасно знаете, пригласил к себе, и сказал, что собирается меня оставить на кафедре, для меня это было неожиданно, потому что это не была моя мечта, но я рад, что так судьба повернулась, и что меня оставили, но мечта-то была совсем другая, и, наверное, я не единственный был, чтобы таким образом жизнь свою построил. Вот, может быть, Петр Иванович, у меня есть версия, версия такая, может быть, сегодня потерялась, и в этом виновата вовсе не молодежь, потерялось некоторое ощущение причастности... Это точно, это система. Петр Иванович, вот версия у меня, потерялось ощущение причастности к большому общему делу, и, может быть, не молодежь в этом виновата, а более старшие поколения как раз, Я не знаю, что-то еще. Вот как вам кажется? А кто виноват? Никто виноват, а вот этот компонент, ощущение... Петр Иванович, никто виноват без виноватых. А вот ощущение причастности к общему делу, к большому делу, к интересному проекту. Вот не кажется ли вам, что это один из утраченных компонентов сегодня в нашем инженерном цеху, скажем так? Я с вами согласен. А, он даже как. Еще серьезнее. Это не вина, это беда. Это беда, да. Спасибо. Еще вопросы есть? Пожалуйста, Лев Григорьевич. Лев Григорьевич, Свердловская областная организация Всероссийского электропредсоюза, Петр Иванович. Проблема та, которая вот сейчас обсуждается, она связана еще с тем, что престижность работы в электроэнергетике падает. Я вот еще с коллегами здесь буду разговаривать по этому вопросу. Но есть и вопрос, связанный с тем, что старшее поколение в силу ряда причин старается как можно дольше удержаться на своем рабочем месте и не дает возможности для профессионального роста, для продвижения по служебной лестнице молодежи. И вот на сегодняшний момент инновации, инвестиции, развитие электроэнергетики, как мы видим, они, если только в сетевом бизнесе немножко там что-то видно, генерация, она значительно отстает. Вот, но это вот то, что мы видим у себя, по крайней мере, здесь, в Российской Федерации. И наставничество, на ваш взгляд, насколько оно вот будет актуальным? Потому что молодое поколение, то, которое даже приходит на работу в энергетику, оно сталкивается с тем, что их не учили в вузах. Вот наставничество, на ваш взгляд, насколько оно актуально? Спасибо. Я несколько лет тому назад был в Соединенных Штатах Америки в калифорнийской энергосистеме и обратил внимание на то, что у них действительно, они ведь получают бакалавров, и они совершенно непригодны к профессиональной деятельности. Вот как раз наставничеством они и занимаются, поэтому сама эта идея очень здоровая, и, видимо, в будущем она будет все-таки плодотворной. Потому что, ну, прекрасно понятно, что с бакалаврами вы не сможете справиться с проблемами, которые на самом деле являются инженерными проблемами. И только вот передача опыта старшего поколения уже не в вузовском формате, а на производстве, ну, будет одним из выходов, никуда не денешься. Все, я ответил на этот вопрос, как я его понимаю. Сергей Ильич, я жду еще. Пожалуйста, вопросы. Я чувствую, что у меня мало времени, поэтому я могу еще дальше, потом вернемся, может быть. Давайте так. Хорошо, я тогда продолжаю. У вас, наверное, появился вот этот слайд «Возможные угрозы энергетической безопасности страны». Ну, вот, вы читайте, я буду немножко комментировать, что потеря инженерного образования – это тормоз в научно-техническом прогрессе. Я думаю, что это понятно, и не надо сильно развивать эту тему. Вы посмотрите, что же произошло за последние 20 лет. Это не времена Советского Союза, это за последние 20 лет. Вот спросите, у кого сотовый телефон российского производства. Спросите, кто из людей старшего поколения ездит на «Жигулях», а кто на «Иномарке». Какие самолеты у нас летают. Вы увидите, что отечественного ничего практически нет. Мы уже все покупаем оборудование за границей. И вот тут будет в слайде, это где-то написано, что закупка в массовом порядке технологического оборудования без получения прав на ноу-хау, что на самом деле так и происходит, приводит к тому, что мы не в состоянии эксплуатировать это оборудование в случае, если там что-то ломается и что-то изменяется. Мы вынуждены приглашать специалистов зарубежных. И это означает, что мы не только оборудование будем закупать, мы будем специалистов закупать. Вот это и есть кризис, который уже приходит. Многие жалуются на это. Вы посмотрите, оборудование электротехническое, выключатели, трансформаторы мы начинаем покупать за границей. Это приводит к тому, что мы становимся как бы сырьевым передатком, по сути дела, к разным технологическим системам. Вот я говорил, только что прошла конференция 14-го числа, и здесь докладывали наши люди о том, что вот Альстом им поставляет, например, компенсирующее устройство для продольной компенсации линии электропередач, компенсаторы, которые я изучал еще в 50-е годы, которые студентам давали в 70-е годы, учил их. И тут как новинка это преподносится, потому что это Альстом преподносит. А что, Альстом заинтересован в научно-техническом прогрессе? Потому что сейчас линии электропередачи называются гибкие, flexible transmission, гибкие передачи, регулируемая дистанционная с цифровым управлением. Весь мир на это перешел. А нам подсовывают еще такие. Я задаю вопрос, почему вы ее берете? А у нас спроса нет. Наша производство даже не знает, какие новые технологии происходят. Я могу привести массу примеров, когда уже в массовом порядке идут новые технологические решения, а у нас даже никто о них не знает, и поэтому у них действительно спроса нет. И нам подсовывают такие вещи, которые давно уже умерли. Например, трансформаторы напряжения все еще колонкового типа, потому что так было и вроде бы, казалось бы, так есть. Когда вы приходите на современную западную подстанцию, вы не увидите на колонке трансформатор напряжения. Его нет как такового понятия трансформатор напряжения, трансформатор тока. Есть измеритель, который имеет малые габариты, но такой типа футбольного мяча, который висит прямо на шинах. И он в цифровом виде дает всю информацию, которую сейчас невозможно получить. Он дает осциллограмму, по сути дела, на один период приблизительно 400 измерений. На один период. У нас 50 Гц, вот один период – это 0,2 секунды. И вот за эти 0,2 секунды порядка 100 измерений происходит, мгновенных значений, синхронизированных через спутник. И этим самым мы измеряем токи, напряжение, передаваемую мощность, энергию. Все-все-все вместе. И нет такого громоздкого и малоточного оборудования. Но у нас об этом никто не знает. Мы студентам читаем лекции, но производство не знает об этом, что нужно. Оно не заказывает. И вот говорят, что зачем мы будем это делать, если у нас нет спроса. А его никогда не будет, пока у нас люди на производстве не будут заниматься инженерной деятельностью. Так, ну, я перехожу к следующему слайду. У меня, вообще-то говоря, накипело это все очень сильно. Вот я уже говорил, тут дополнительные угрозы. Компенсация отсутствия инженеров магистрами для сокращения затрат на учебный процесс. В УЗИ увеличивается объем самостоятельного изучения материала. Студентами, слушайте, все на самостоятельную работу переводится. То есть 75% познаваемого материала на самостоятельную работу перебрасывается. Но это же нонсенс, никто не будет. Я прихожу студентов, они только пишут конспекты, не успевают они перерабатывать. Надо работать. Как это делается на Западе? Индивидуальная работа. Там количество студентов не 1 к 10 на государственном обучении, а 1 к 4. Это значит, что профессор или доцент работает у него 1, 2, 3 студента, с которыми он персонально занимается. А не так поток, который в группе 25, а иногда еще 4 группы вместе сидят, 100 человек. Такого там на Западе нет. Это тоже приводит к тому, что качество нашего выпуска, не потому что мы не знаем, как учить, а потому что нам и не дают, у нас нет возможности учить по-другому. Ну и вот возрастающая коммерческая составляющая заработки приводит к существенному снижению планки требований, потому что невыгодно выгонять таких студентов, которые платят деньги, потому что без них мы вообще тогда никого учить не сможем. Это те проблемы, которые еще надо решать. Так, 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 так. Вот следующий. Это я уже случайно перебросил. Вот есть ли выход из сложившейся ситуации? Первый выход, который я вернусь, вот назад пролистаю, у меня 15-й был слайд, я сейчас его найду. Вот я только что был на, видите, даже даты 14-17 октября на конференции международной инновации в Smart Grid. Это новые технологии информационные, которые в энергосистемах должны быть. И мы там были с докладом всего, кстати, от Советского Союза, от России, извините, от России было 4 доклада, из них 2 наших и 2 из Иркутска. Вот так смещаются акценты, между прочим, в науке. Они уходят далеко на восток, а Запад уже у нас не является законодателем в науке и, кстати, в учебе. Вот как выкрутились из создавшейся ситуации немцы. То есть я был на институте. У них точно так же в университете есть институты. Это электротехнический институт. У нас, вы знаете, в нашем Уральском федеральном университете сейчас институт называется Уральский энергетический институт. А вот там электротехнический институт. И мы разговаривали. По-нашему это декан. Сейчас декана нет, его назначают. Это директор этого института. И вот он говорит, у них была старая система, как у нас, Инженерного образования 5 лет. Сейчас они прекрасно понимают, что инженеры нужны, без них нельзя, и бакалавр никому не нужен, и поэтому они просто переделали название. Первые 3 года, 6 семестров, это называется бакалавриат, а следующие 2 года это называется магистратура. Они ничего не изменили, они только вывеску поменяли, и под такими названиями они действуют. Единственное, что им пришлось утрясать, что после бакалавриата в магистратуру может быть прилив из колледжей. Ну вот тут у них есть некоторые проблемы, потому что программа колледжа и бакалавриата институтского не совсем стыкуется, и поэтому у них есть здесь возможность дополнительно подтягивать студентов из колледжа на уровень магистратуры. И второе, как они обеспечивают качество. У них та же самая проблема, что студенты все работают, очень много работают. Поэтому на самом деле, если студент не справился в данном семестре, не справился с поставленной задачей, не сдал какую-то дисциплину, он не допускает этим на следующее семестр, пока не сдаст все, что там было. И поэтому он должен либо самостоятельно, либо любым способом он изгучает этот материал, и пока не сдаст, он не передвигается на следующий год. Поэтому вы видите, слева написано это количество семестров по плану, а справа фактическое количество лет, которые он тратит на преодоление этого барьера, и дотягивает до 8, а иногда до 10 лет учебы идет. И никакой преподаватель не пропускает его из жалости или из-за того, что он будет мало зарабатывать денег. Поэтому преодолеть преподавателя просто так из жалости невозможно. Но нам этот выход пока не пригоден, потому что такого количества инженеров и не надо. У них еще очень большая составляющая иностранная, потому что они из Индии, из Китая, из африканских стран, к ним едут огромное количество студентов, и они платят деньги. Им вот это тоже и приводит к тому, что они довольно много выпускают вот этих инженеров под названием магистры. Так, я возвращаюсь к своим кадрам. Теперь наш опыт говорит о том, что нужно сделать трехуровневую систему. Вот выход, который можно было бы сейчас решить. То есть все-таки бакалавры нужны. Это очень важный момент, потому что это та категория людей, которая должна заниматься воплощением всех тех решений, которые были. Вот у меня есть тут одна бумага, здесь на экране у вас ее нет. На НТВ произошел полтора года тому назад поздний разговор, в котором принимали участие ректор Московского государственного технического университета, Бауманка так называемый. Это флагман нашего образовательного инженерного процесса. Дальше ректор Международного института и ректор экономического института. Немножко все разные имеют менталитет и понятия. Но тем не менее они сказали единодушно, что в технике должны быть степени. Вот послушайте внимательно. Если нужен эксплуатационник технического оборудования, то нужен бакалавр. Если нужен разработчик технологии, то нужен инженер. Если нужен исследователь и педагогический работник в ВУЗе, то нужен магистр. Поэтому вот они тогда сказали, и я это воспринимаю как выход из создавшейся ситуации, это три ступени должны быть. Бакалавр, инженер и магистр. А вот объемы тут могут быть разные, и это надо обсуждать. По нашим оценкам, магистр должно быть процентов 10 от общего выпуска. Инженеров должно быть больше процентов 20, а 70% это действительно должны быть бакалавры. А общий объем тоже должен быть сокращен. Например, не надо такого количества, чтобы мы на одной кафедре 100 человек выпускали всего. Они не должны быть тормозом для будущей науки. Но вот ступень эту надо сократить. И при этом обратите внимание, что вот эта синенькая ступенечка, она не дает очень много экономии или дополнительного, вернее, затрат на образование, которые сумели получить за счет того, что выкинули часть студентов из общего образовательного процесса. Так, следующее решение, которое здесь возможно. Обязательно нужна региональная подготовка специалистов. Без этого сейчас не обойтись, если не будет принято вот то, что я предлагаю. Я вообще говоря не верю, честно слово, я стал пессимистом, что у нас при таком отношении к образованию кто-то там начнет в думе думать о том, что нужно спасать инженерное образование. Но если его не будет, то тогда нужна региональная подготовка специалистов с инженерным образованием. Вот вы видите тут несколько основных пунктов. Создание центров инженерной подготовки, формирование заказов на платное дополнительное обучение бакалавров до уровня инженеров, обеспечение индивидуализации подготовки специалистов, определение перечня должностей, на которые допускаются только выпускники магистратуры и центров инженерной подготовки. И никто не знает, что делать с бакалаврами в чистом виде. Пятая работа преподавателя в вузы не должна снижать качество образовательного процесса. Вот представьте себе, что вы сейчас создаете региональный центр и приглашаете меня туда на чтение лекций. Но с меня же никто не с ним, и я буду неплохо зарабатывать там на этих курсах. А я же работаю в УПИ, вот в УРФУ, а что делать с моей нагрузкой? Я и так занят целый день. Значит, это сверхнагрузка, хотя и с огромной платой. Волей-неволей это приводит к тому, что я не могу столько нагрузок выдерживать одновременно. Поэтому и все, вот я говорю, подрабатывающие на стороне специалисты фактически снижают уровень государственной подготовки. Вот эта коммерческая составляющая, я не знаю, как ее решить. Я написал, как это сделать. Не знаю. Факт, что нужна региональная подготовка, но как вузовскую науку при этом учебу не загубить, я не знаю. Совершенствование магистратуры в условиях двухуровневой системы образования. Вот я не буду сейчас много подробностей говорить здесь. Нашли такой выход. Дело в том, что федеральным университетам теоретически разрешается разрабатывать собственные магистерские программы. СОС они называются. Собственный образовательный стандарт. Ну и вот не только научно-исследовательское и педагогическое, о чем я говорил, делать магистратуру, но и сделать производственно-технологическую, так называемую инженерную магистратуру. Это то, о чем я говорил. Фактически это угроза, потому что никто на производстве не заинтересован в подготовке теоретиков для научно-исследовательской деятельности. Мы в этом году, довожу до вашего сведения, сумели протолкнуть две вот эти программы. Три человека мы приняли по заказу. У нас очень передовое предприятие есть, это АДУ Урала, которое действительно понимает, что такое магистратура и много делает для нас. И мы три человека готовим по программе научно-исследовательской и педагогической магистратуры. И десять человек мы готовим, приняли по инженерной магистратуре. Но это нам повезло еще. На самом деле в большинстве случаев производство не будет заказывать теоретиков. И это угроза тому, что мы будем выпускать некачественных специалистов, которые не справятся с задачами. Ну вот я на этом заканчиваю, потому что здесь есть конкретика, с которой мы вышли, которая обсуждается и которая принимается. Я только на свои термины скажу, что мы считаем, что должно быть главное назначение инженерного образования. Это не знания, которые требуют гуманитарии. Это не компетенции, которые, а это инженерное мышление. Это умение добывать знания. Вот что нужно для инженера. Умение. И какой-нибудь Эдисон или Далио Добровольский, как инженеры, они ведь знали значительно меньше, чем сейчас мы даем студентам. Но они умели новое добывать. Вот это важнейшее требование. И потом, мы должны давать учения в виде системного подхода. Нельзя в отрыве изучать одну электрическую машину, забыв, что она работает в системе. Нельзя рассматривать какие-то и большие знания давать по линии электропередачи, допустим, забыв, что это один из маленьких элементов всей системы. Ну и так далее. И вот, по сути дела, еще тут про математику у меня сказано, что нужно обязательно математику, чтобы ее читали. Не математики классические, а те, которые работают на кафедре, которые понимают, какую конкретную математику. Как она в преломлении к инженерным задачам должна решаться. Потому что любой теоретик, математик теорию вероятности будет демонстрировать на картах, карточные игры. Вот там вероятность, или на домино, с какой вероятностью вы будете выдергивать ту или иную фишку. А мы-то учим теорию вероятности на аварийных ситуациях и так далее, на износе оборудования. Но этого математик не знает. Это не его специальность. Поэтому это должны быть именно вопросы математики, которые читают специалисты, выпускающие кафедры. И вот последнее непременным условием является изучение английского языка. Я последнее, что хотел сказать. Существует миф, что образование на Западе намного выше, чем у нас. На самом деле это не так. Вот единственное преимущество, если учиться на Западе, это знание языка. Без него сейчас невозможно быть действительно полноценным инженером и магистром для дальнейшей профессиональной деятельности. Все остальное это миф, который нужен только чиновникам и депутатам Государственной Думы посылать своих детей учиться за границу, чтобы потом говорить, что вот они такие хорошие и получили такое прекрасное образование. Образование дает наша отечественная система прекрасное. Надо, чтобы только были условия, обеспечивающие это образование, довести до совершенства. Ну и вот индивидуальный поход каждому студенту я уже говорил. Ну вот, наверное, где-то близко уже к финишу. Поэтому я сейчас не буду эти детали здесь рассматривать. Ну вот это тоже очень интересная тема, которую мы предлагаем, тьютеринг. На Западе существует такое понятие, как тьютерство, то есть сопровождение учебного процесса. То есть нужны педагоги, то есть наши же преподаватели, которые вот эту самостоятельную работу студентов сопровождают. И за нее надо платить, а у нас денег нет, поэтому мы не можем на тьютерство перейти. Можно придумать наше отечественное, конечно, название, но смысл такой. Это преподаватели, которые сопровождают самостоятельную подготовку специалиста. Так, ну, выводы понятны уже. Ася, спасибо. Спасибо, Петр Иванович. Петр Иванович, вот. Я потерял, вот сейчас слушаю. Когда мы с вами обсуждали возможность, искали вашего выступления, я понял, что у вас сегодня довольно плотные графики, впереди еще занятия, но хотелось бы как-то закончить и как минимум вопросами, возможно, дискуссия здесь может появиться. Есть ли у вас еще минут 10-15 поучаствовать с нами? Да, конечно, конечно. Хорошо. Тогда вот такой вопрос. Есть, вот здесь у нас есть везде общество, такая доля скептиков. Вот здесь я встречаюсь, это постоянно с этим. Ну, собственно, в каждом из нас где-то живет пессимист, иногда этот пессимизм обостряется. Но суть того, что вот мы встречаем, здесь говорим, примерно такой. Чего вы от нас хотите? Вот все, что здесь есть, это пустые разговоры. От нас ничего не зависит, ни развитие энергетики, ни качество инженерной подготовки, ни возможность участвовать в инженерной деятельности, в настоящее, по которой говорите вы, например, сейчас. И я понимаю этот, как бы, ко мне вот этот обращенный, даже если это через моих коллег, значит, месседж такой, что если вы считаете, что вот, значит, мы серьезно, что это не болтовня, а серьезное дело, которое может привести к каким-то результатам, то вы в лучшем случае обманываете себя, а в худшем случае и нас. Так вот вопрос отсюда. Что сказать вот таким людям, скажем, разочаровавшимся в перспективах? Зависит ли что-то от нас? Нужны ли, например, вот хотя бы такие встречи и такие разговоры? Материал. Так, вы меня слышите? Да, да, да. Я не слышу. Слышим. Вот так. Нет, опять теряю. Сейчас слышите? Да, да, слышим хорошо. Я так думаю, что общественное мнение надо формировать. Если я почему этим упорно занимаюсь, потому что если вообще не будировать этот вопрос, то, конечно, ничего не изменится. И я, вот смотрите, уже на всероссийской конференции вдруг я впервые услышал яркое выражение этого Липатова, председателя Государственного комитета Государственной Думы по энергетике, который заявил, что инженеры, отсутствие инженеров, это угроза энергетической безопасности. Вы возьмите последние статьи многих людей. А в интернете что творится? Если вы посмотрите на литературу, на выступления, на блоги различные, то колоссальное количество материалов, в которых критикуется современное состояние. Ну, не может же быть, чтобы когда-то на это не отреагировали. Поэтому нужно непрерывно, непрерывно поднимать этот вопрос. И в конце концов, я думаю, что когда-нибудь этот вопрос будет внимательно изучаться. Спасибо вам за такой ответ, Петр Иванович. Вопросы, Петр Иванович, есть еще? Пожалуйста. Петр Иванович, Надежда, группа ресурсы. У меня вот такой вопрос. В вашей схеме не представлено среднее профессиональное образование. А как известно, у нас в области сейчас вот тренд, ну, по крайней мере, министерства образования, это именно на развитие СПО и НПО. А при этом у вас как бы бакалавров 70% требуется. И вы предполагаете, что это будет по вашей схеме эксплуатировать оборудование не должны. Не это ли задача профессионального образования среднего и начального? Вот. И еще вот как вы относитесь, я услышала такую идею, которая мне не очень нравится, но вот она есть, что утеряна элитарность высшего образования, и нужно просто сделать его платным и очень дорогим, и тогда просто некоторые семьи, ну, не смогут его потянуть, и будет тогда вот эта вот элитарность сохранена. И как бы инженеры и магистры будут в меньшем количестве, ну, выпускаться. А как бы эксплуатировать оборудование будут, ну, люди со средним профессиональным образованием. Вот такой вопрос. Вот я считаю, что тут вопрос терминологический, конечно. Так, опять я не слышу. Мы слышим. Мы слышим нормально. Терминологический, действительно, специалисты со средним образованием, а бакалавр достаточно близки к ним, хотя немножко более продвинуты, безусловно, потому что новые информационные технологии и новые сейчас достижения, которые связаны как раз с использованием компьютерных технологий и так далее, все-таки должны его отличать от специалиста с средним образованием. Но, тем не менее, это не то самое высшее образование, которое я вкладываю в смысл инженерного образования. И эта категория людей, безусловно, очень нужна. Вот я, когда стажировался за рубежом, я спрашивал, чем занимаются магистры и чем занимаются бакалавры. Мне ответили следующим образом. Вот приходит магистр на фирму, и ему дают полную свободу, ему дают помощники одного, двух, трех бакалавров, которых он заставляет искать литературу соответствующую, делать некоторые расчеты соответствующие, подобрать материалы. Сам же он занимается мыслительным процессом. И ему говорят, вот ты через год дай идею, и мы тогда скажем, нужен ты нам или нет. И он, если через год не принесет какую-то идею кардинальную или очень сильно влияющую на эффективность работы данной фирмы или предприятия, то они говорят, ты нам не подходишь. И самое интересное, что на Западе, он тогда больше нигде не устроится, потому что он пойдет в другую фирму, а там смысл такой. Всегда спрашивают, откуда вы пришли. Связываются по телефону и спрашивают, почему вас не устроил этот человек. Ему отвечают, да, он не сумел ничего сделать. Тогда эта фирма говорит, ты нам тоже не нужен. И поэтому потерять эту возможность страшно. И они действительно занимаются творческой деятельностью, они пашут, они ищут лазейки, где и как можно сэкономить на потере, увеличить коэффициент полезного действия, сократить количество штатных единиц за счет этого тоже, эффект получить и так далее, и так далее. Поэтому вот это элита. И эти люди, которые считаются магистрами, это высший класс, как говорится, в обществе. Они получают огромную зарплату, которая непомерно выше, чем у нас профессура имеет. Но это люди, которые и обеспечивают вот этот научно-технический прогресс. Более того, там колоссальная конкуренция есть, которой у нас нету. Ибо они боятся, что кто-то их опередит. И поэтому они занимаются вот такими вещами. Мой аспирант Грудинин, который попал в Соединенные Штаты Америки в 1994 году, выяснил и работал в энергосистеме, выяснил, что во всех энергосистемах есть аналитические отделы, которые переводят статьи с русского, японского, китайского и смотрят, что же там есть такого интересного, что можно было у нас принять. Еще один очень интересный показательный пример. Я, когда был в Соединенных Штатах Америки, попросил главного диспетчера Калифорнийской энергосистемы почитать мой доклад на английском языке, но с точки зрения английского языка, терминологии и так далее. Я даже, мне в голову не приходило, что он заинтересуется содержанием. А он говорит, господин Бартоломей, вы не дадите ли нам свой алгоритм попробовать? Я говорю, вам он не нужен, потому что у вас давно существуют новые информационные технологии. А это написано для стран, в которых еще старые информационные технологии. Но, тем не менее, хотелось бы проверить. Я ошеломлен, потому что в России предлагаешь что-то, никому это не нужно, а там сами хватаются. И они боятся, что кто-то опередит тебя. И эти люди, которые занимаются такими творческими вопросами, это действительно элита. Спасибо. А можно вот еще вопрос один? Есть такое мнение, что в вузах, в отличие от, например, учреждений профессионального среднего образования, есть, что вуз дает определенную культуру. И именно поэтому вот это стремление обязательно отдать детей, например, получать высшее образование, определяется вот этой возможностью, как бы, ну, как-то притронуться к какой-то культуре. Вот как вы к этому относитесь? Правда ли это? И есть ли это сейчас? Или это утеряно? Это правда. Я считаю, что все-таки высшее учебное заведение дает определенную культуру. Потому что, тем не менее, вот я когда учился, нас Дмитрий Александрович Арзамасов говорил, как бы мы плохо не относились к студентам, помните, что это лучшая часть советской молодежи. Ну, а что изменилось? И сейчас студенты, это все-таки, несмотря на то, что они матом разговаривают, понимаете, для них это разговор, что страшно по себе, когда заходишь в коридор высшее учебное заведение, и тут как дым коромыстом висит вот это сквернословие. Но, тем не менее, преподаватели все-таки не матерятся, как студенты. И это уже находится искусством, они интересуются культурой, и какой-то отпечаток все-таки они ведут. Потому что эта категория людей, педагогов, высших учебных заведений, это все-таки некая элита. Это не по материальному положению, а по нравственному своему состоянию в обществе. Все, я ответил. Да, спасибо, Петр Иванович. У нас участники из интернета тоже задают вам вопросы. Вы даже сами можете видеть их внизу в чате. Аниганова Наталья пишет. С Вашей точки зрения, насколько заочная форма подготовки обеспечивает качественную подготовку инженеров, и от чего зависит качество подготовки в первую голову? Если один и тот же человек закончит бакалавриат, заочную форму результат будет различаться, и как? Отвечаю на этот вопрос. Я категорический противник с давних времен заочной формы обучения. Особенно вот в нашей сфере. Я не знаю, может быть, там в гуманитариях, пожалуйста, как-то вы можете. А заочное образование в технической сфере, я считаю, это нонсенс. Оно действительно нужно было в послевоенные годы. Огромное количество людей погибло. Притом, вы прекрасно знаете, что инженеры тоже так же погибали, как и наряду с другими категориями людей. Поэтому в послевоенные годы нужно было срочно восполнить. А бедная была страна, и не могли все люди себе обеспечить вот эту возможность и учиться, и при этом не работать. Поэтому вот и придумали эту заочную форму. Ее на Западе нет. Нет этой формы такой. И тогда это нужно было. Но сколько же можно лет все еще жить понятиями 50-х годов прошлого века? Это нонсенс на современном этапе. И поэтому мое отношение такое. Я против этого. Ее нужно искоренять, эту систему образования. Только, более того, в молодые годы познается все. Вот сейчас заставь меня что-то изучать, это очень тяжело. В 30 лет изучать что-то, это очень тяжело. Молодые ребята, школьники воспринимают это элементарно. Я помню, когда появились вычислительные машины, я начинал это преподавание. Я приходил в АДУ Урала, где люди работали уже со стажем там 10, 15, 20 лет. И они не могли понять эту двоичную систему счисления, потому что уже ум не такой гибкий. Понимаете? А в детские годы это элементарно все познается и воспринимается. Спасибо. Спасибо, Петрович, за ясный, обоснованный ответ. Есть ли еще вопросы, или мы попросим... Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как рассчитывается количество учебных мест на вашем факультете? И рассчитывается ли оно под потребности Свердловской области, предприятий Свердловской области? Это еще отголоски, вообще говоря, существует плановая система. В старое социалистическое время формировался план и распределение по территориям. И приходили места, по которым нужно было потом распределять студентов. И с одной стороны это было ужасно, а с другой стороны даже некоторый плюс. Почему? Потому что был план распределения. И, конечно, первым к этому плану подходил студент, у которого лучший балл за все обучение. Он первый из списка выбирал то, что ему хотелось. Потом подходит второй по рейтингу, третий, четвертый. А последний происходил к тому предприятию, которое осталось в списке и никем не было еще востребовано. И вот это тоже врождало некоторой конкуренции. Сейчас этого нет. Сейчас предприятие договаривается с кафедрой заранее, что вот нам бы хорошую пару студентов было бы неплохо. Конечно, я не могу отказать. И так делают заведующие кафедры нынешние, и я как заведующий кафедрой. Я не мог отказать электросетевой компании дать плохих специалистов. И, конечно, рекомендую им. И более того, они тогда сразу связываются с ним и зовут его к себе на практику. И вот завязывается этот контакт и начинают его втягивать уже на рабочие места. Это здорово, хорошо. Но количество общее, как оно было, так оно и сохраняется. Никто его не пересматривал по региональному принципу постседловской области. Есть ли еще у нас аналогичное высшее учебное заведение. Ну, должен сказать, что по кафедре, которую я представляю, здесь мы вообще весь Урал покрываем нашими специалистами. Потому что есть только Челябинский еще университет, Южноуральский, где есть эта специальность. Но потребность у инженера значительно выше, чем мы это делаем. Спасибо. На самом деле нет такой подготовки. Спасибо, Петр Иванович. Я прошу прощения, у меня уже время поджимает. И вот мы должны переходить к следующей стадии. Я предлагаю поблагодарить Петра Ивановича перейти к выступлению для ГУГОЧКОВНОВА. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. Уважаемые коллеги, уважаемые энергетики, спасибо Министерству энергетики за приглашение на молодежный энергетический форум. Актуальные проблемы, те, которые здесь обсуждаются, они близки Всероссийскому электропрофсоюзу. Одним словом, хочу обозначить нашу общественную организацию как одну из мощнейших в Российской Федерации, объединяющей почти миллион членов профсоюза энергетиков. Здесь уже и Петр Иванович, и Алексей Евгеньевич коснулись болевых точек в нашей действительности. Это нравственность, это возможность влияния на процессы, происходящие в энергетике, повлиять в том числе и за счет вот таких вот встреч. И сразу хочу сказать, что из всех общественных организаций, которые были, которые идеологию какую-то проводили в жизнь, осталась одна, единственная, это профсоюзная. И по проблемам. У нас сегодня огромнейшая проблема с, как я уже сказал, престижностью работы в электроэнергетике. Причин здесь очень много. Значит, если говорить о Екатеринбурге, понятно, что энергопредприятия, которые здесь находятся, центры культуры, развлекательные учреждения, возможности своего образовательного уровня повышения, они более доступны. Но энергетика – это и производственное отделение сетевых предприятий, это районы электрических сетей, это даже, если говорить об электростанциях, это тоже удаленные от центров энергообъекты. Работая на предприятиях электроэнергетики, многие не удовлетворены вот этим состоянием дела. Помимо этого, уровень заработной платы. Мы на сегодняшний момент вышли в соответствии с нашим отраслевым тарифным соглашением электроэнергетики на конфликт с объединением работодателей по причине того, что на протяжении 25 лет после навязанного, если таким нехорошим словом сказать, профсоюзом Министерства энергетики Советского Союза необходимости в проведении съезда энергетиков, который прошел, как я уже сказал, 25 лет, и тогда было кардинально изменено в вопросе оплаты труда отношение государства к труду энергетика. И вот после этого весь уровень заработной платы, который сейчас сложился, это за счет только индексации на коэффициент инфляции по итогам квартала, полугодия или года. Средняя заработная плата, которая приводится по статистике по нашей Свердловской области в 38 тысяч рублей, она абсолютно не отражает реалии того, что в заработной плате наших энергетиков на самом деле есть по основным категориям работающих. Вчера в Москве прошла общероссийская акция протеста энергетиков, которую организовал Всероссийский электропрофсоюз, где были выдвинуты конкретные требования необходимости не менее чем на 25% поднять единовременно с 1 января 2013 года уровень заработной платы. Для того, чтобы консолидированно в этих вопросах выступать и есть необходимость в том, чем занимается профсоюз. Мы подготовили немножко здесь материала на слайды. У нас в 2012 году, пожалуйста, вот слайд по слету молодежи Уральского федерального округа. Мы провели трехдневный обучающий курс, где были поставлены вопросы поведенческого подхода молодого человека при вхождении в коллектив о возможности преподнесения своих идей, которые у него есть, о возможности того, что этот молодой человек может принести своими знаниями, своим умом для совершенства работы на конкретном рабочем месте. По формам работы, те, которые могли бы привлечь подрастающее поколение к работе в электроэнергетике, мы проводим дни открытых дверей, проводим конкурсы наставничества, то, о чем я Петру Ивановичу говорил. Необходимость вот в этой работе, она неимоверно актуальна, потому что обучение по высшему учебному заведению, средне-техническому учебному заведению конкретной профессии, оно идет уже на современном оборудовании, на современной технологии, на тех перспективных разработках, которые во всем мире есть. А когда, приходя на производство, молодой человек, специалист сталкивается с реалиями того устаревшего, столетнего с бородой оборудования, на котором он не знает, с какой стороны к нему подойти. Вопросы, связанные с обучением в школах профсоюзного актива. Мы обучили в течение последних пяти лет большую аудиторию молодых людей по знаниям трудового законодательства, по вопросам безопасных условий производства, по культуре производства, по построению взаимоотношений со своими коллегами по работе. Потому что мы, это может быть и исключительный случай, но имеем уже такое в наших предприятиях энергетики, что приветствуется работодателям, это, ну как сказать, донос или компромат на свою коллегу по работе. И за счет этого, значит, как говорят, разделяя и властвуй, значит, работодатель имеет свою выгоду. Мы хотели бы, чтобы вот общественная организация, профсоюзная, в которую, к сожалению, приходящая молодежь относится достаточно скептически, но не имея возможности общего выражения всех тех проблем, которые есть, каждый индивидуальный, к сожалению, это уже практика показала, он не имеет такой возможности самостоятельно сделать. А через представительство, через профсоюз эта возможность у нас появляется. И в заключение, потому что по регламенту сколько у нас возможностей еще? Минут 20 есть? У нас сегодня тема, сегодняшний день, в принципе, вот в работе этой. Я думаю, что давайте пока не исчерпаны будут вопросы, если они есть. А у вас это выступление на сколько выражены? Минут 5 не еще. Минут 5, думаю. И вот на сегодня статистика, которая вот у нас есть по движению кадров в лице молодежи до 35 лет, показывает удручающую картину. Это, конечно, не специфично для всех, но тем не менее, вот по оптовой генерирующей компании второй, Серовская ГРЭС, 29 молодых специалистов пришло на предприятие в 2012 году, то есть вот эти 9-10 месяцев, 15 уволилось. Управление акционерного общества, территориально генерирующая компания, 31 человек пришел, 16 уволилось. 50% ухода молодежи с предприятий. На всероссийской вот этой акции, на встрече с заместителем министра энергетики, руководителем электропрофсоюза, с Рострудом, они статистику вообще показывают ужасную, что даже в целом по всей России, то есть есть благополучные энергопредприятия, но молодые специалисты максимум работают полтора года и уходят. Как я сказал, что есть исключения и что радует, но это отношение может быть итальянцев, как вот Сергей Львович здесь перед вами по своим наработкам выскажется. У них 8 специалистов пришло, один ушел. На Среднеуральский ГРЭС относительно неплохо. Междорегиональная сетевая компания, у них текучесть кадров вообще пока составляет только 5%. Что мы видим вот в возможностях общественной организации, как я уже сказал, что это вот наша общественная организация, это профсоюз, предоставить бонусы для нашей молодежи. Это вот на слайде здесь показано, да, через отраслевые тарифные соглашения, через коллективные договоры, что можно реализовать в части того, чтобы молодой человек, пришедший со своими знаниями на производство, имел возможность не оказаться затертым и не уйти, как вот мы вот сейчас показываем по статистике с предприятия, не удовлетворенным условиями оплатой труда, возможности перспективы роста. И в качестве вот тех предложений, которыми мы обращаемся и законодательные органы Российской Федерации, Свердловской области, потому что областные законы, они тоже действуют, обращаемся с предложениями, касающиеся вот этих вот проблем к работодателям через коллективные договоры. Это возможность стимулирования наших уважаемых ветеранов, хотя вот то, что я уже сказал, Петру Ивановичу обращался по наставникам, с одной стороны, они нужны, с другой стороны, работающие ветераны, достигшие пенсионного возраста, они тормозят возможность продвижения профессионального роста молодого человека. И это, конечно, отрицательно сказывается на омоложении штата энергокомпании. В качестве примера, Сергей Львович здесь по Рептинскогресс еще дополнит, расскажет, но есть специально разработанные программы, которые через единовременные выплаты, которые очень существенны для работника до сих пор пенсионного возраста, они дают возможность уходить на пенсию, потому что наше законодательство, оно не разделяет пенсионеров и непенсионеров, есть штатная должность, никто не может этого пенсионера уволить. А вот за счет стимулирования такого такая возможность есть. И через обращение в законодательные органы Российской Федерации рассмотреть возможность того, что применяется в мировой практике, как вот в Японии, о том, что на каждой должности человек, который отработал определенный промежуток времени, по истечении этого промежутка времени, он должен подняться на следующую ступеньку. То есть вот в таком аспекте электропрофсоюз проводит работу в целях заинтересованности молодежи работе в электроэнергетике. Спасибо. Спасибо, Лев Григорьевич. Лев Григорьевич, знаем мы все, значит, такие факты в нашей новейшей истории, как, скажем, судьба крупного предприятия. Многих постигла печальная участь, многих предприятий, крупных, сильных предприятий уже нет в Вердовской области. Ну вот коллектив Богословского алюминиевого завода вмешался в решении вопроса, судьбы предприятия. После этого включились и губернатор, федеральные власти. Получается, вынуждены искать решение, потому что понятно, что есть трудовой коллектив, занимает определенную позицию, с ней надо считаться. Вот вроде бы, мне кажется, что здесь есть вот какая-то, скажем, какая-то возможность, которую мы можем только понять, есть ли она, какова она. Я поминаю случай, когда буквально от разграбления Артемовской ТЭЦ, от уничтожения, можно сказать, против этого выступил трудовой коллектив. Они обратились в Электропрофсоюз, Лев Григорьевич позвонил ко мне, и мы с ним вдвоем приехали на собрание трудового коллектива. Очень непростая ситуация, когда понимают, что их уничтожают, просто их уничтожают. Причем непонятно кто. Хозяева, которых никто в лицо не видел. Очень странная ситуация, когда КЭС продал свой актив, продал и продал рыночную ситуацию. А кому непонятно, да? Кто, что с этим делать? И вот отсюда, получается, самые крайние точки, когда вступает трудовой коллектив, после этого включается, уже потом приехал губернатор, стали принимать решения в режиме чрезвычайной ситуации. Ввели, например, обл.команнерго, сейчас более-менее это благополучное предприятие, и мы рассматриваем варианты, в том числе его модернизации с помощью иностранных инвесторов. И, возможно, это предприятие будет существовать. А могло бы и не существовать. Оно было бы сейчас закрытым, также разграбленным, как, к сожалению, очень многие. Так вот, как вы считаете, как относиться к таким возможностям? Это эксклюзивные такие случаи, где на самом деле, может быть, и в течение обстоятельств, либо вы считаете, что все-таки в активности, в том числе профсоюзных местных организаций, есть залог успеха борьбы за собственную судьбу. Насколько вот это исключение или правило, и что же нас ждет впереди? Как будет меняться роль профсоюзных организаций, скажем, роль вообще инженерных сообществ разных, в их влиянии вообще на судьбу инженерного, скажем, цеха нашего, на судьбу предприятия, на судьбу отрасли, на судьбу страны, в конечном счете? Спасибо за вопрос. Значит, уважаемые коллеги, у нас по Свердловской области есть указ губернатора Свердловской области, начиналось это еще с Эдуарда Аргартовича Росселя, продолжил его Мишарин, сейчас вот работаем мы с новым губернатором, есть указ по совершенствованию социального партнерства, тот, который предполагает усиление роли влияния общественной организации на происходящие процессы внутри, ибо государство, вот отчего социальное партнерство, оно само как явление возникло, потому что государство не может справиться с грузом проблем, которые касаются каждого конкретного человека, проживающего в Российской Федерации, и поэтому только через общественную организацию, через согласие между представителями работников и работодателем можно что-то достигнуть. Вот Алексей Евгеньевич, он коснулся Богословского алюминиевого завода, а у нас пример конкретно нашего отраслевого профсоюза, здесь, в Свердловской области, это многострадальный Баранчинский электромеханический завод, где работало 3000 человек, и в процессе приватизации, можно сказать, что это захват произошел своего рода, Федулев, который сейчас сидит в тюрьме, является до сих пор собственником этого предприятия, а предприятие скатывается все ниже и ниже, уже проходят процедуры банкротства, и когда все уже дошло до того, что размораживается все системы жизнеобеспечения, котельная, которая работает на весь населенный пункт, а завод – это одна треть всех проживающих в поселке Баранчинском. Когда заработная плата полгода не выдавалась, и мы через исполнительные листы по коллективному трудовому спору работникам обеспечивали, ну, прямо будем говорить, выживание, если бы не было вот этого, вообще бы они ничего не получали. Значит, по инициативе профсоюза прошло десятитысячное собрание всего этого населенного пункта, приглашены были и губернатор, приглашены были из министерства, в то время заместитель министра Зибарев, Юрий Петрович, профсоюз. Люди высказали все наболевшее, что у них было, значит, вплоть до того, что даже, вот если бы не вот этого действия, даже обеспечения здравоохранения, или, как там сказать, медицинского учреждения, которое за неимением возможности финансировать этим поселком должно было переехать, было в Кушву. И все это вот сохранилось. На сегодняшний день, ну, я понимаю, что это не заработная плата, о которой можно говорить, как достойной. И ту работу, которую мы проводим в рамках областного проекта «Славим человека труда за достойный труд», но 18 тысяч рублей сейчас люди получают. Процедуры эти банкротства, это не что-то такое страшное, это в том числе и санации в оздоровлении предприятия, но действие, то, которое было произведено, оно сказалось положительно. И перспектива, вот влияние общества на действия государств, руководителей государства, руководителей области, оно будет еще более возрастать. То есть можно сказать, что утверждать, что в случае есть, они подтверждают, что включение общественных организаций в диалог с властью, с бизнесом, они дают шансы на успешное решение проблем, как раз в лучшем случае, чем если общественные организации в них не участвуют. Спасибо. Есть вопросы еще? Виктор Глебович, пожалуйста. Максим, группа «Сети». Вы говорите, есть возможность прибегнуть к иностранному опыту внедрить повышение по должности с промежутком какого-то времени. Не приведет ли это к катастрофе? Сотрудник не развивается, а просто ждет, пока придет этот срок, чтобы ему продвинуться по карьерной лестнице. Спасибо за вопрос. Но вот Петр Иванович здесь ведь уже и про зарубежный опыт сказал и в этом плане, о том, что если человек не справляется, ему просто говорят «до свидания» и все. Нет, так он справляется, он плывет где-то, плывет, 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 как бревно плывет. От него вроде как и есть толк какой-то, и нет результата. Нет, но здесь нужно подходить дифференцированно. Естественно, что если нет никакой отдачи от этого человека, для чего говорить о том, что через пять лет он встанет на высшую ступеньку. Мы говорим о том, что те, которые имеют способности, имеют знания, имеют желания, они вот и должны продвигаться. А у нас сейчас, вот сегодня говорилось об Аду Урала, говорилось о инженерном центре энергетики Урала. молодые, перспективные, знающие, но находятся в коллективе, где ну примерно возраст один и тот же. И все, то есть вот он ведущим инженером есть на сей момент, и до 60 лет он будет этим ведущим инженером, потому что те места, которые по лестнице служебной дальше идут, они все заняты. Я понял, понял. Я вот просто… Все вопросы? Пожалуйста. Андрей, на такой группы экономика. Вот по… на примере, скажем, вашей работы с межрегиональной распределительной компании Урала, ну просто вот непосредственно, что касается, скажем так, популярной формы творческой и инновационной работы, вот у вас первым пунктом идет поддержка творческой инициативы работников, и потом, значит, идет четвертым пунктом содействия участия молодых специалистов в творческих и научно-практических конкурсах. То есть, ну, грубо говоря, не является это одним и тем же, это первый момент, а второй момент, и осуществляется ли у вас обратная связь по тем вопросам, которые вы прописываетесь, если осуществляется, то каким образом? Спасибо. Ну, с последним вопросом. Обратная связь у нас осуществляется, потому что вот все мероприятия, которые в МРСК Урала происходят, значит, сам Красников, как заместитель генерального директора Валерия Николаевича Родина, в обязательном порядке, причем настоятельно, приглашает нас для участия в конкурсных комиссиях. Значит, те, конкурсы конкурсы на лучшего по профессии, конкурсы профмастерства, конкурсы оперативно-выездных бригад, значит, мы участвуем в этой работе, являемся оценщиком результатов этой работы, определяются победители, определяется, вот, конкретно по наставникам, если еще сказать, определяется эффективность работы этого наставника, и наше совместное решение определяет о надбавке к должностному окладу тарифной ставки этого наставника для того, чтобы стимулировать его в дальнейшей работе. Я, видимо, уточню бы вопрос. Я имел в виду не конкурсы исполнительского мастерства, а именно творческую инноваторскую работу. Творческую инноваторскую работу, она у нас проводится через разноцерилизацию, через оценку разработок, те, которые производят работник этот по актуальным вопросам, где на конкретном своем рабочем месте он видит недостатки в технологическом процессе, в работе оборудования через такую форму. Алик Григорьевич, а вот эту может быть тему продолжаем? Мне так кажется, поскольку на самом деле приходится работать в том числе Андрею с Советом молодых специалистов и не только в МРСК, а в других организациях. Знаете, такие организации есть, где-то они есть, где-то нету, где-то они носят фиктивный характер, где-то есть живая молодежь, а там происходят живые разные события. Иногда там культурно-развлекательного характера, иногда как раз именно то, о чем он спрашивает, творческого характера, можно сказать, характера, относящегося к профессиональному инженерной деятельности, профессиональному развитию и росту. В этом отношении считаете ли вы продуктивным взаимодействие таких общественных организаций, как профсоюзной и вот таких образований? Ну вот здесь еще тогда для того, чтобы у нас понимание немножко более предметных профсоюзов. Значит, совет молодых специалистов, тот, который вот сейчас, ну, по-моему, РСК работает он давно, в генерации региональной вот у нас сейчас появился совет молодых специалистов. Так вот, если по мезрегиональной сетевой компании мы это сочетаем с необходимостью работы более тесной с молодежными комиссиями при профсоюзных организациях, то в генерации нам было конкретно заявлено о том, что если у нас совет молодых специалистов есть, то никаких комиссий молодежных не должно быть, хотя вот творческая составляющая, она в большей степени присуща для совета молодых специалистов. И вот это вот направление, оно по МРСК у нас поддерживается. Пожалуйста. Я думаю, как раз по теме здесь Верхно-Тагильский агресс, профсоюз, дополню. У нас в 2005 году создавался уже совет молодых специалистов, но тогда он создался, поработал маленько и ушел. В этом году вновь создали совет молодых специалистов и он реально работает. Вот в этом году они уже значит, ну какие, тут недолго еще был, немного не успели сделать, но тем не менее. Они, значит, сами организовали спортивный праздник для первоклашек на стадионе 1 сентября, это они самостоятельно организовали, ну, за поддержкой в профсоюз, конечно, обращались. Потом, значит, они что сделали? Вот тоже посадка саженцев кедра, у нас выгорело много лесов, они производили совместно с детьми из интерната, то есть сиротами, это совет молодых специалистов. Участвовали в проведении турслета, они и участвовали, и сами были тоже, как нам помогали профсоюзу проводить турслет. Принимали участие в собрании молодых, молодежных активов, электростанций интеррао. И вот на следующий год они подготовили у нас тоже план мероприятий, который войдет в общий план мероприятий предприятия нашего, среди которых, кстати, есть инновации, энергоэффективность, где есть день рационализатора, они проводят, то есть создание банка идей. Вот это у них такая неплохая вещь. Вот, популяризация энергоэффективности и популяризация НПК. То есть это наряду с теми, которые, значит, касаемо культуры, здоровья и спорта у нас мероприятия. То есть они активно работают, у нас есть актив, они занимаются со всей молодежью. В общем-то, мы приветствуем это и будем... Александр Павлович, мы вас ждали. О социальной программе. У нас к вам есть дело. У нас к вам есть дело. Александр Лемех сейчас хочет его озвучить. Александр Павлович, о социальной программе потом еще в целом по компании. Да, вот, меня зовут Александр Лемех. Так получилось, что я занимаюсь робототехникой. И вот к ВТГРС есть большой вопрос. Собственно, мы уже давно пытаемся, собственно, достучаться до небес. Мы вот... Я хотел спросить, как, собственно, возможно сделать так, чтобы здесь вот, именно здесь, ВТГРС, наконец уже бы стартовал, значит, либо какой-то центр, неокрит, либо что-то такое, собственно, по робототехнике и автоматизации. потому что вот есть инициативы. Мы вот ровно год назад, собственно, у вас на ГРС тестировали роботов. Мы там делаем роботов и так далее. Собственно, как сделать так, чтобы вот эти наши, вот эти разработки бы стали бы, значит, реальностью, потому что сейчас они, конечно, никому не нужны. Все вот это дело. Все наши... Да. Я дополню это хорошо. Во-первых, я представлю Александра с одной стороны, член молодежного правительства Свердловской области, а с другой стороны, член вот этой команды навигации, которая организует вот такие молодежные события, как вот этот форум. И в недрах, мне так кажется, что в недрах этого форума родился такая группа и направление развития робототехники. И эта группа постепенно начинает демонстрировать то, что это не просто пустые слова уже на низких выставках, в том числе и на пром, демонстрируются образцы разных разработок. И здесь у нас проезжал профессор кафедры атомной энергетики Арнольд Георгиевич Шастин, который еще для Чернобыля создавал роботов, они с ним тесно сотрудничают. В прошлом году эти роботы демонстрировались в том числе на Верхогресской ГРЭС. Один из них летал вверх над трубой и показывал, что в видеокамеры можно снять любую точку там обследовать, а другой ползал по трубе и внутри трубы, показывал, что можно обследовать вот такие трубы. И министерство, поскольку эта группа обратилась к нам за подписью министра, обратилось в несколько организаций, в том числе ТГК-9 и на Верхогресской ГРЭС с просьбой поддержать этот проект, но как бы на дальневых условиях заявиться на финансирование по линии НИОКР таких вот разработок, которые были бы полезны и опробированы бы на площадках этих Свердловских тепловых сетей, например, вот на Верхогресской ГРЭС, с тем, чтобы сообща могли как-то двигать, продвигать этот проект применительно именно к энергетике, к нужной энергетике, к нужных наших предприятий. В этом смысле понятно, что есть сложность, ведь деньги-то находятся в Москве, и там решается вопрос, выделить или не выделить. Но Игорь Владимирович Байдаров такую заявку подписывал, направлял, и работа такая велась. Я понимаю, что в этом отношении нам необходимо сейчас, чтобы вот, оказывается, у вас есть живые творческие силы, которые могли бы быть участниками этого проекта и поддерживаться изнутри, можно сказать, этот проект, курировать там, как там деньги, например, когда выделяются, и как здесь это можно на этой площадке взять часть работ, скооперироваться, принять участие, на мой взгляд, очень перспективной разработки. Вот такое обращение с моим дополнением. Ну, я понял, но дело в том, что здесь мы, конечно, сейчас прямо не сможем решить вопрос однозначно. Не об этом речь. Да, 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 мы обменяемся контактами. То есть, дело в том, что у нас, я не молодежный совет сам, но я с ними работаю. То есть, я с ними свяжусь, я свяжу вас с ними, с этими активными молодыми людьми. И я думаю, что, ну, не могу сказать однозначно, что да, руководство нас поддержит, не могу такого сказать. Но, тем не менее, обратиться, конечно. Нам нужна именно активная позиция вашей молодежи, которая бы изнутри, в том числе по линии профсоюза, требовала бы, чтобы им дали возможность творческого участия в жизни их предприятия. Вроде бы это по закону. Не предусудительно. Это мы с вами рассуждаем, конечно, правильно. Я тоже согласен, абсолютно. Спасибо вам большое. Мы надеемся. По социальной, да, маленько по социальной политике нашего предприятия. Значит, у нас в коллективном договоре есть два пункта. То есть, социальная часть, в социальной части есть два пункта. Это молодежь и молодая семья. То есть, вот эти пункты, как раз эти разделы, они направлены, значит, раздел молодежи, это именно вот то, что говорили на наставничество и продвижение по карьерной лестнице. А молодая семья, там, ну, небольшие, но все-таки есть материальные выплаты за рождение ребенка, за брак официальный, да, скажем, но первый только брак. Второй, третий уже материальной помощи не оказывается. Да, за свой счет. Вот. Ну, то есть, всяческим образом поддерживаются, ну, я думаю, что в дальнейшем сейчас у нас будет создаваться, разрабатываться новый коллективный договор общий для всей электрогенерации и там будет социальная часть, я думаю, еще будет лучше и для молодежи в том числе. Ну, и я, чтобы второй раз не вставать, вот мне все-таки мое мнение вот по выступлению, да, к предыдущему. Пару слов. Пару слов. По поводу все-таки заочного образования. Я не согласен. Это Россия, не забывайте, здесь 80% все-таки живут, наверное, за чертой бедности. И убрать заочное образование, это значит, ну, тем людям, которые не имеют возможности пять лет не работать, а их родители не имеют возможности пять лет содержать студента, то он вообще не получится образование. И второе, ну, то есть, здесь у нас, я говорю, нужно повышать уровень жизни наших людей, чтобы у нас искоренить это заочное образование. И второе, вот просто простой пример. Два молодых человека говорят, давай поживем вместе, посмотрим, подходим мы друг к другу или нет, потом поженимся. Здесь также человек нашел себя в какой-то деятельности, потом начал усовершенствовать свой уровень, и, то есть, имеется в виду повышать. А выучился, а потом оказалось, что он не по этой профессии так хочет работать. Надо идти второе образование получать, а потом и третье. То есть, я все-таки не согласен с заочным образом. Интересная точка зрения, Александр Павлович, вот здесь очень ценно те, кто не соглашается. Отличные от других мнений, это очень важно. Спасибо вам за это. По поводу вашего вот этого вопроса, который был, чем отличается та молодежь от этой, да? Вот там он сказал, значит, она в то время люди, то есть, мы из общества самого читаемого, ну, извините, перешли в общество, самое пьющее общество, да, в мире? Вот, к сожалению, из высоконравственного общества мы превратились, к сожалению, в общество потребителей. Это, ребята, политика, куда, вот никуда не плюнь, везде политика. Кому нужна сильная Россия? Никому. Кому нужна умная Россия? Никому, кроме вас. Нет, вот в том-то и дело, здесь сидят люди, которым нужна сильная Россия. Нет, я говорю, кроме вас. Во всем мире Россия нужна как энергетический придаток, то есть, вот все в ваших руках. Вы креативные, молодые, энергичные. Так вот, действуйте. Хорошо. Александр Павлович, все-таки один вопрос. Вот у нас здесь к вчерашнему дню примерно родились программы, ну не скажу, может программы, но эскизы программ самых разных. Один из них, одна из них, насколько я понимаю, это будет программа массового строительства жилья и в первую очередь для молодежи, поскольку это будет молодежный проект и, видимо, с ним в правительство будет эта группа, которая расформировается, выходить. как вы смотрите, может ли ваша простудовая организация и, в том числе, ваш совет молодых специалистов как-то включиться в продвижение этого проекта, поддержку. Понятно, нескольким энтузиастам тяжело будет решить эту проблему. А сегодня у нас приезжает автор этого проекта, да? Завтра приезжает автор этого проекта, то есть разработка есть, мы собираем сторонников, хотим составить программу такую и найти тех, кому она интересна, кто готов ее поддерживать. В этом плане, я понимаю, вы сказали о социальной вашей работе, в этом плане, интересен ли вам будет этот проект и готовы ли вы будете рассмотреть возможность участия и поддержки в этом проекте? Массовое строительство где? В том числе и у вас. Здесь дело в том, что вот у нас... Работа рабы. У нас дело в том, что в Верхнем Тагиле жилья хватает на всех. Просто вот оно, как вам сказать, вторичное жилье. Понятно. Да, если его выкупать у нас, ну, если честно, у нас строить-то негде. Мы себя ограничили, то есть у нас нет земель. Это компактная территория, понятно. Мне кажется, что кое-что можно было бы снести или вам все жалко? Дело в том, что снести, не знаю. Но вот есть другая проблема. Выделить там безвозмездные, говорю, беспроцентные ссуды на приобретение вторичного жилья. А мы и говорим, это уже детали, это уже детали, каким образом и какое жилье. Приобретение каким образом, да? Вообще планируется у нас застройка массового... А у вас нет проблемы у молодежи с жильем, да? Нет, проблема есть. Но проблема есть, проблема купить квартиру. Не построить дома, купить квартиру. Квартиры есть в Тагиле. Понятно, понятно. Жилья достаточно. Отдельная веточка, да, этой программы может быть. А может, это совсем другая проблема. Но тем не менее, тем не менее, вы мне все направления просто озвучите, как я запишу. Я просто вот завтра же, ой, завтра, в понедельник, не буду обманывать, в понедельник я встречусь с активом молодежным и все вот эти направления им и контакты ваши тоже. Спасибо. Пускай работают ребята. Один участник должен был участвовать в нашем мероприятии, но как-то не дошел, не дошел до нас, не смог. Пожалуйста. А можно задать вопрос по первой части выступления, собственно. Вот тут такое. Я являюсь советником министра промышленности и на Украинской области. И вот очень волнует вопрос, собственно, как, что делать с предприятиями, в общем, с сложными предприятиями. Они, к сожалению, есть. Это типа вот этого Баранчинского завода? Ну, типа этого. Или, например, там, собственно, Верхний Синчикинский металлургический завод. И, собственно, и другие. Вот вопрос. Есть ли у вас схема того, как можно такого рода вопросы, условно говоря, культурно решать? Культурно. Потому что, к сожалению, сегодня, скажем, по некоторым предприятиям не удается находить культурное решение, а приходится как-то, в общем, в таком… Экстренными мерами. Экстренными мерами, значит, в ручном управлении там, значит, как-то это дело разруливать. Есть ли у вас схема или, не знаю, методология работы с такого рода предприятиями? Спасибо. Ну, у нас такой схемы вот конкретного профсоюза нет, а мы взаимодействуем с Пинаевым вот сейчас и в рамках нашего областного отраслевого соглашения по электротехнике, по машиностроению. Мы эту работу планируем в разделах, соответствующих этого соглашения. и будем, конечно, рассматривать возможности того, каким механизмом и какой технологией можно будет в это дело вмешиваться. Ну, тут вот, если вот, скажем, взять любой такой завод, то есть я понимаю, что если мы рассмотрим субъектов, кто участвует, ну, условно говоря, в его судьбе, то, например, там собственники есть, есть там, скажем, руководство, есть трудовой коллектив, еще кто-то есть, не знаю, может быть, там банки или потребители, то вот, как правило, всегда есть один субъект, которому точно нужен завод, точно, это, собственно, трудовой коллектив. Вот всем остальным там бывают, бывают ситуации разные. И вот интересно, я недавно узнал, что, по-моему, в сухом лагу есть интересное предприятие с, как бы, народной формой собственности, народное предприятие, дескать. И вот, собственно, я даже вот не знаю, как оно могло возникнуть. Собственно, думаете ли вы о, как бы, такого рода вопросах, как, например, сделать из, вот, завода, который умирает, например. Возможно ли такое решение, да? Да, собственно. Ну, теоретически, ну, конечно, это возможно. Как осуществить это на практике? Вот мы по этому же Баранчинскому заводу на протяжении уже семи лет бьемся с собственником, ну, Федулев это одно, генеральный директор, тот, который был на этом предприятии, неизвестно, каким образом, вывел 500 миллионов рублей из оборота. Оказались они потом в конечном счете у него, и он опять же обращается к правительству, к министерству промышленности о том, что давайте я выкуплю это предприятие и стану собственником вместо Федулева. То есть вопрос участия коллектива по нашим обращениям, по крайней мере, в соответствующие министерства, мы обращались и к Петрову, когда он был, Александр Юрьевич, обращались сейчас к Паслеру с конкретными своими предложениями, но когда мы говорим о том, что мы хотели бы увидеть, нам говорят, что вы не надо вот в таком масштабном варианте это решать, мы здесь вот сами переговорим, а потом до вас эту информацию доведем. То есть пока вот не получается у нас. Спасибо за вопрос и за ответ. Я бы хотел тоже вставиться. Дело в том, что вот Александр затронул чрезвычайно важную тему, относящуюся к теме сегодняшнего дня. Нам надо будет сегодня разбираться с очень важным вопросом, что делать, кто, кто реализует наше светлое будущее. И есть, когда-то мне попалась в руки книга Петра Абовина Едигиса, это товарищ Александра Зиновьева, Александр Зиновьев здесь цитировался как один из основоположников Московского методологического кружка, он указывает, есть перспективное, как он говорит, в будущем, мы к ней придем, идея, когда собственником предприятия является сам трудовой коллектив и приводит примеры в разных странах, включая в Соединенных Штатах Америки, по-моему, там, не United Steel, но что-то в этом роде, крупная компания, компании, которые разоряются, которые никому не нужны, которые за доллар никто не купит, трудовой коллектив, который хочет жить, он осознает, что он может стать хозяином, потому что доллар можно найти в карманах даже потерявших работу или теряющих работу и заработки людей, и начинает формировать разными путями, нанимает менеджмент, но кто наемник, собственник, трудовой коллектив, таким образом, оказывается, как ни странно, люди готовы не требовать повышения зарплаты у кого? У самих себя, а, ну, затянуть пояса где-то, пережить трудные времена, избавиться, чем-то пожертвовать от лишнего, но, тем не менее, активизировать самим включенность, поиск заказов, например, перепрофилирование, может быть, даже открытие совершенно новых производств, кушать хочется, жить хочется, и, оказывается, как ни странно, да, это включение коллектива в решение своей судьбы на самой нижней точке излета, когда вот, либо крах, закрытие и пособие по безработице, ладно, когда оно есть у кого-то большое и свободно пошел отдыхать с этим пособием, а когда у него нет или оно такое, что оно совершенно не устраивает, в этих случаях, как ни странно, получается, срабатывает эта схема, но понятно, что эта схема не сработает сама по себе, я трудовому коллективу Артемовской ТЭЦ ее предлагал, люди не готовы, люди не готовы еще к тому, что такая схема или один из вариантов такой схемы совершенно к ним подходит, и мне кажется, речь сейчас надо ставить о том, о разработке подобных схем, проблемных ситуациях, это могло бы быть, конечно, культурным решением, но пока я не слышал, чтобы кто-то такие схемы у нас разрабатывал, хотя, вот, есть примеры, в том числе зарубежные, как ни странно, мы тут отстаем, у нас было все народное, у нас были в 80-е годы советы трудовых коллективов, которые породили разные там конфликты, сложности, и были похоронены, но тем не менее, тем не менее, вроде бы, у этой идеи есть шанс, мне кажется, что если ее решать, то надо аккуратно прорабатывать эти решения, вырабатывать, и тут без профсоюзных организаций, с их возможностями, наверно, никак не обойтись, коллективы, как правило, маленькие, и даже интеллектуальные возможности у них, ну, просто ограничены, надо это понимать. А у меня еще должна быть организация, конечно, в этом обойтись. То есть, если мы, скажем, вместе будем искать такие решения, то мы можем рассчитывать на ваше участие в том числе. Спасибо большое. После три договоренности у нас сегодня уже. Я хотел сказать еще раз, в Сухом Лагу есть такое предприятие, в Сухом Лагу. У нас уже есть? В Сухом Лагу есть такое. Как оно называется? Я, кстати, не помню, то ли… Народное предприятие? Кирпичный завод или что-то там, или не знаю, что-то. Интересно. Да, да, да. Ну, собственно, у нас есть такое предприятие, и, собственно, Минпром туда, дескать, направляет комиссию, комиссию, чтобы, дескать, изучить опыт. Для изучения этого опыта. Опыта, потому что понятно, что… Ну, это не по электропрофсоюзу, да, но, тем не менее, можно ведь и нам изучить, энергетикам. Ну, да, и тут вот еще у меня, конечно, вопрос вот другой. Вот, а как быть, например, собственно, электропрофсоюз думает ли об этом? Не знаю, есть ли какие-то, опять же, схемы или что-то такое? Как быть с теми предприятиями, которые, ну, в общем, которые надо закрыть? Закрыть, собственно. Думаете ли вы, как это можно сегодня делать культурно, чтобы это не приводило к каким-то грандиозным, значит, социальным там всплескам, значит, всяким процессам, есть ли у вас какая-то... Сопровождение процесса, да, вот, надзор, контроль за закрытием предприятия, за всей процедурой. Единственная форма ту, которая вот сейчас у нас уже применяется, и мы включаем в локальные нормативные акты по предприятиям, это подготовка на переобучение по новым профессиям в зависимости от потребностей рынка труда. То есть работаем с департаментом занятости Свердловской области, узнаем, в каком направлении нужно и ведем подготовку за счет средств работодателя в новом профессии. Спасибо. Так, у меня есть вопрос к Сергею Львовичу. Да, Ревчинская ГРЭС, самая крупная наша станция, пришел... Я бы добавил, она крупнейшая угольная электростанция не только в России, но и в Европе. Совершенно верно. 3,8 миллиона киловатт установленной мощности. И, собственно, появился иностранный. У нас в России, в Советском Союзе этого не было. Вот сейчас появляется крупная мировым именем компания, понятно, что своим богатейшим опытом работы. И есть трудовой коллектив, есть профсоюзные организации, и это все равно сочетание новое, это совершенно другой подход. Как вам это видно, как это заметно? Есть тут какие-то интересные для нас новости, скажем так? Что, ну, интересные, может быть, сложности, может быть, проблемы? Можете поделиться? Ну, не знаю, это новость или нет, но что-то интересное есть. Первое, о чем... А выходить сюда, может быть? Как скажете? Мне кажется, удобнее, чтобы вам, может быть, вопросы задавали. Первое, о чем я могу сказать, что итальянская компания, Энель или Энель, как угодно, они пришли и сразу заявили о том, что все отношения они будут строить не с некими там советами трудовых коллективов и еще чего-то, чего-то, а только с профсоюзами. Поскольку благословенная Европа вот приучена жить так, и только профсоюзы являются выразителями интересов трудового коллектива. На сегодняшний день у нас были разные ситуации на Ревчинск-Агресс, конечно же. Мы по численности членов профсоюза опускались до 53%, 52%. Были такие времена, тяжелые, суровые. На сегодняшний день... Это уже когда пришел Энель, да? Нет, это не совсем Энель. Мы же пережили несколько структурных изменений в энергетике, там, ТГК, потом просто ОГК, пять во главе с господином Бушиным. Разочарование. Несколько фаз, да, там разочарование, отток. Причем приток, кстати, приток молодых людей, которые не совсем понимали, и не все на сегодняшний день, я вас разочарую или обижу. Не все на сегодняшний день понимают, что вообще-то в профсоюз-то надо будет вступать, хотя мы и разговариваем. До чего мы будем вступать, у нас и так все хорошо, у нас и так все есть. Так вот, а на сегодняшний день численность у нас в профсоюзе 91,5%. Думаю, неплохая цифра, отталкиваясь от 52-53%. Что касается компании Реннель. Ну, молодцы, молодцы иностранцы. Это не секрет, это открытые данные. По итогам прошедшего третьего квартала средняя заработная плата на Ревчинской ГРЭС 60,4 тысячи рублей. Я думаю, неплохая. При всем понимании, как она рассчитывается, средняя, верх, низ, там и так далее. Ну, вот она такая, какая есть. И мало того, в рамках диалога с профсоюзами, которые представляет трудовой коллектив, мы сейчас договорились и подписали документ, официальный соглашение в рамках проведения коллективных переговоров о том, что с 1 января 2013 года у нас изменяется структура заработной платы. Мы меняем структуру. Ну, например, сегодня до конца года еще у нас, если взять всю заработную плату за 100%, то 50% это оклад, а 50% это премиальные, стимулирующие выплаты и так далее. Так, с 1 января неизменная постоянная составляющая часть заработной платы будет 82%. А вот только 18% это уже стимулирующая, премиальная там и так далее, и так далее. При сохранении существующего фонда оплаты труда. В том же фонде оплаты труда, да, то есть компания, она не пошла на какие-то дополнительные затраты, в том же фонде оплаты труда, но вот структуру поменяли. В интересах коллектива считаю, что да. Грубо говоря, если завтра работника лишат премию, ну, так вот получилось, да, то он потеряет в денежном выражении значительно меньше, чем сегодня. Все во благо интересов коллектива. Что касается молодежи, да, есть у нас в коллективном договоре и, конечно же, раздел наставничества, все написано, как оплачивается и так далее. Ну, и это работает. И работает потому, что, ну, невозможно, на мой взгляд, а я на Репчинской ГРЭС работаю 32 года, извините, это стаж, значит, невозможно, даже имея просто высшее образование, пусть и энергетическое, техника и теплотехник, либо электрик-инженер, прийти и сразу начать работать. Я вспоминаю Райкина, который в своей одной яморезке говорил, забудь, чему тебя учили, да, мы тебя будем учить другому. Для того и необходимо наставничество. И прикрепляют к определенному работнику, стажисту, опытному, он его, я извиняюсь за охотничий термин, натаскивает, да, учит. Следующий момент, с приходом компании Эннели, итальянской, и немножко так в сторону, на, в поселке Репчинском, а здесь недалеко, Сурголовская область, много-много-много лет вообще не строилось жилье. Политика такова была, государственная в том числе, а муниципальных денег нет, это понятно. Пришла компания Эннель, и приняли решение, имея в виду в первую очередь, конечно же, молодежь, молодые семьи, и в 2009 году заложили дом на 120 квартир, 10-этажный, и в 2010-м его сдали в эксплуатацию. И Репчинская ГРС получила, застолбила в этом доме, 99 квартир. На льготных условиях. Я сейчас, да, я сейчас об этом скажу, чуть поподробнее. Значит, мы сформировали, конечно же, список, там, заявления, в первую очередь, молодых, семейных, одиноких молодых, ну, очень редко рассматривали, где-нибудь в общаге покантуется, или там, на съемной и так далее. Молодая семья, ребенок, двое детей, и прочее, рассматривали, и предоставляли им жилье. распределяли, в лучшем смысле этого слова, вот, тех советских, да, понятий. На каких условиях? Работник не платил ни рубля, сразу заезжал в квартиру, подписывая договор, на 15 лет рассрочка платежа, равными долями, по, по установленной стоимости, на момент строительства. Без процентов? Без процентов. Просто компания построила жилье, сказали, на тебе и живи, и 15 лет, равными долями, ты с нами расплачивайся. Можешь рассчитаться досрочно, пожалуйста, флаг тебе в руки. Никаких процентов, ничего. Считаю, очень, очень, очень хороший шаг, очень, очень хороший опыт, не понимаю, откровенно говоря, почему, почему не могут государства в лице муниципалитетов договориться, опять же, с работодателями с бизнесом, да, договориться, на каких-то долях, третью сторону привлечь работника самого гражданина. И вот три высокотоговаривающиеся стороны. Ну, вот я не понимаю, почему нет вот этого посыла в нашей стране. Ну, бизнес, я же понимаю, бизнес есть бизнес, он не может вот так каждый год по дому строить. Ну, построили в девятом, в десятом сдали, сейчас заканчивается двенадцатый, пока поползновений и нет построить еще один дом, хотя нам очень хотелось. Следующий момент, что касается молодежи, а я считаю, это напрямую касается молодежи, в нашей компании Анелли ОГК-5, не только на Ревчинской ГРЭС, а у нас же четыре производственных филиала, это Среднеуральская ГРЭС, Ревчинская ГРЭС, Конаковская ГРЭС в Тверской губернии и Невиномысская ГРЭС в Ставропольском крае. Так вот, у нас принято и включено в коллективный договор, в тело коллективного договора положение о негосударственном пенсионном обеспечении. Работник при наступлении пенсионных оснований мужчина 60, женщина 55 лет, уходит на пенсию, выходит на пенсию и получает плюсом к государевому пенсиону корпоративную пенсию, которая равняется 20% от среднего заработка за последний год работы. Предшествующий пенсиону 20%. И, казалось бы, все хорошо, как у нас в Трудовом кодеке написано, дискриминация по труду и по возрасту в том числе запрещена, пенсион, не пенсион, можешь работать. А вот здесь то, что касается именно интересов молодежи, необходимо стимулировать, я думаю, что это правильно, стимулировать возрастного, хотя и опытного работника уходить вовремя на пенсион и освобождать место подпирающим. Вот вам на сегодня этого во многих предприятиях нет. Ну, я сам 20 лет отработал в Цехе Таи, вот устроился инженером, слесарем приняли по четвертому разряду, хотя был и техникум связи за плечами, да, радиотехникум, но по четвертому разряду, и работаешь много лет. А почему? Уже ума, знаний, навыков, таланта, если хотите, хватает уже, хоть, как говорил Высоцкий, в пору всемиром нести, а там занято, там не пускают. А почему занято? А потому что его там в свою очередь не пускают, все занято. Так вот, в положении о негосударственном пенсионном обеспечении у нас записано так, 60 лет наступило, я буду говорить про мужчин, имеешь право на получение корпоративной пенсии 20%, и имеешь право вот 6 месяцев думать, уйти мне на пенсию или остаться работать. По истечении 6 месяцев, пошел 7 месяц, ты остался работать 10% в этой корпоративной пенсии долой. Пожалуйста, работай, нет проблем, тебя никто не увольняет. Доработал до года, перевалил на второй год, корпоративной пенсии нет вообще. Ты сделал свой выбор, ты остался работать и зарабатывать и получать заработную плату. Понимаешь, что государство тебе еще и пенсию вообще платит. У нас так в стране, да? Но должен сказать, что подавляюще до 99,9% наших работников выбирает первый вариант. Они в течение этих 6 месяцев оформляют пенсию и уходят. Тем самым получая свои 20% корпоративки и освобождая место подпирающему молодому поколению, которое приходит. Считаю, что это правильно. Ну, вот что еще сказать. Да, в компании, мне кажется, очень важно еще один момент. В компании НЛОКК-5, я вижу, принята программа под названием мобильность. Что это такое? Мы не всегда знаем, на каком филиале, а их 4, я сказал, производственных филиалов, плюс центральный офис, а компания НЛОКК-5 это транснациональная компания, это европейские страны, и Бразилия, там, Италия, собственно, Испания и так далее. Так вот, программа мобильность. Каждому пользователю компьютера, который сидит в сети, а у нас есть единая сеть НЛОК, портал и единая сеть, приходит информация о имеющихся вакансиях. На том или ином филиале в той или иной стране. Причем не просто информация, что там нужен инспектор по охране труда, но и требования, предъявляемые к этой должности. И любой работник, если он ощущает в себе какие-то знания, потенциал, он имеет возможность заполнить режиме, лист определенный и отправить. Кто в Бразилию уехал? В Бразилию нет, в Рим уезжают очень часто. Молодые люди, вы учите иностранные языки, хотя бы английский, поскольку для того, чтобы работать, например, даже в центральном офисе у нас занять какую-то должность по вакансии, я не говорю о Риме или о Бразилии, или о Словакии, Болгарии, ну и так далее. Там обязательно требование международное замещение знания английского языка, в скобках итальянский приветствуется бонусом, поскольку компания итальянская. Но, по крайней мере, такая возможность есть, молодые люди перемещаются, вполне нормально, например, с Невиномысской ГРЭС достаточно молодой человек по такой программе приехал и теперь он главный инженер среднеуральской ГРЭС. Казарин, насколько я помню, его фамилия. Молодой человек, ему еще сорока нет, далеко. Вот так, реально работает, главное, надо иметь достаточно образования, опыт, ну и подчеркиваю, учить иностранные языки. Кратко у меня все, готовился вопрос, слушаю. Максим, группа сети, правильно я вас сейчас понял, то, что вы поддерживаете утечку кадров за границу. Утечку кадров? Ну да, вы говорите, учите иностранный язык и уезжайте в Рим. Хороший вопрос и достаточно нестандартный. Значит, я не поддерживаю утечку кадров, я поддерживаю рост молодого поколения, их возможность самореализации. я прошу прощения, мне вот 57 лет, 32 года я работаю на Ревчинской ГРЭС, имею одно среднее техническое образование, тогда оно так называлось, техникум, теперь колледж и два высших. Но в мою бытность, когда мне было до 35, у меня не было такой возможности мобильности, мне никто ничего не предлагал, я уже не говорю о Риме. У меня была возможность, да, в Советском Союзе поехать куда-то на новостройку, которая открывается новая ГРЭС, ТЭЦ пускается, да, вот там было объявление где-то, причем объявления в газетах тоже не было, мы просто в энергетике узнавали друг от друга, а вот там ГРЭС новая строится, там какие-то должности нужны, один уехал, письмо, показываю, мобильных не было, письмо и так далее, там ребята нужны еще, давайте приезжайте, вот такие условия. Я не поддерживаю утечку кадров, мало того, молодые приходят. Не, ну, ездили в СССР делиться опытом и получать опыт, и возвращались обратно, а здесь он уехал и в Риме мне хорошо, он купил себе итальянские ботинки, женился. Итальянские ботинки и настоящую пиццу. Ну, понимаете, вот как человек хомо сапиенс, да, человек разумный, я скажу так, уехав и, дай бог, устроившись по программе мобильность в Риме, мы теперь вот как-то вот туда все, да, мы не говорим, что у нас есть еще, еще три филиала, это Сугрес, Невинка и Конакова, ну, Рим, ну, так понравилось, это не значит, что ты там на всю жизнь до пенсии. Из Невинки приехали, что ли? Ведь себя надо там, а, зарекомендовать, мало, чек-лист свой заполнить, да, и отправить, надо себя зарекомендовать, чтобы ты, как говорится, понравился, пришелся ко двору, показал свой профессионализм, тебя оценили и сказали, да, заключили контракт, кстати, контрактная система, по крайней мере, год, и не факт, что на второй год ты там время будешь эти ботинки носить, может, тебе скажут, до свидания, и потом у тебя возникнут проблемы, а возьмут ли тебя обратно на Ревчинскую ГРС, или тебе надо где-то еще чего-то как-то устраиваться, донашивать, дотаптывать эти сапоги. Видите, вы же сразу не говорили, то что... Нет, ну, ну, в жизни все сбалансировано, да, ничего не должно быть вот в одну сторону, да, ты получил возможность, например, поехать в Рим, ну, ради Бога, но дальше-то думай сам, как, как оно сложится, никто, кстати, никто даже в России ведь теперь за вас не думает и не решает, только вы сами определяете свою жизнь, свой уровень, принадлежность туда или сюда, там, к какому-то классу, там, голубым, розовым или к энергетикам. Не-не-не, я же понимаю, у нас неформальное общение, поэтому прошу воспринимать меня адекватно. Вопрос у меня будет свой, конечно, но вот тут, так сказать, комментарий к предыдущему, но почему не может быть директором корпорации Энни Иванов? Не вопрос. А вот вопрос, вот в чем. Вопрос хороший, у нас генеральный директор Энрико Виали, не Иванов? Нет, я говорю, почему не может быть? Ну, не знаю, наверное, не ко мне, в самом деле, вопрос. Они же, кстати, это риторический вопрос, они купили, они хозяева, вот они своего и ставят. Я вам скажу больше. главный инженер, то есть заместитель генерального директора компании Эннель по генерации приглашен из Казахстана. Вот у нас в России нет своих специалистов, энергетиков. Директор среднеуральской ГРЭС, Родионов, приглашен из Казахстана. Директор ревтинской ГРЭС на сегодняшний день приглашен из Казахстана. Вот как хотите, так и думайте. Нет у нас либо своих специалистов, либо у нас какая-то аффилированность. Мобильность. Начиная, а, мобильность программа, да, в компании. Вот. Следующий вопрос. Ну, казахи едут в Россию, а россияне в Италии. Ну, что, нормально? Нормально. Есть, есть. Ну, нормально. Мы единый мир, да. Значит, вопрос, вопрос вот в чем. Не рассматривали вы такой момент, что строительство второго дома для молодых специалистов, вот которые, как бы, вы анонсировали, один дом построенный, да, не было начато компанией по той причине, что, собственно говоря, пришедших инвесторов и выполняющих условия по ДПМ, вот, государство это, в общем-то, несколько, как бы, сейчас подставляет, в силу того, что не собирается выполнять свои обязательства по либерализации рынка. значит, в нашем случае по строительству дома, который благополучно сдан, люди живут, государство вообще никаким боком не участвовало, оно только выделило землю, вот и все. Это в лице муниципалитета. Тебя видят по всей России, не забывай. А? Тебя по всей России видят, когда говоришь. Россия, прости. Россия, прости. Так вот, следующий момент, конечно же, у нас есть интерес, и у нас есть потребности, молодые люди приходят, новые семьи образуются, дети родятся, что интересно. Конечно, есть потребность в строительстве еще одного дома, но не сочтите это общей такой вот фразой, некой, ну вот, европейский-то экономический кризис, он, в принципе, на компанию Эннель, я думаю, как-то отражается. И еще вложить огромные деньги, да, ну, понятно, что 100 квартир, например, и отложить их возврат просто без процентов еще на 15 лет, наверное, проблематично, но я думаю, извините за тавтологию, я думаю, будем думать и общаться с представителями работодателя, может быть, по каким-то другим схемам, субсидирование частичного, погашение части кредита, по ипотеке и так далее. Ну, есть различные финансовые схемы, я уточню тему вопроса. Вопрос заключался в том, что когда заключались договора на приобретение этих активов инвесторами, значит, были заключены соглашения о том, что, значит, пришедшие наши или иностранные, значит, инвесторы в генерацию, значит, они заключали договора о присоединении мышленности, ДПМ, значит, и как раз иностранные инвесторы наиболее качественно выполняют эти договора, а кроме этого, вот еще как бы для сотрудников даже дома строят, кроме там управления оборудования, вот, но государство брало на себя обязательство, значит, осуществить либерализацию рынка, которая была очень существенно приторможена, фактически отменена. И возникает вопрос, ну кто же будет вкладывать еще и в дома для сотрудников, если уже договора ДПМ выполнили, а дома для сотрудников, если государство где это осуществляется, свои обязательства выполнять как бы не очень хочет, скажем так. Да, есть в этом большая проблема, и, ну, итальянцы на уровне электростанций или компаний, конечно же, они об этом не говорят, даже на уровне компаний, но они об этом говорят, когда наш наш ихний ихний генеральный директор там компания Эннель встречается с президентом либо с Медведем, либо в Министерстве энергетики, конечно, они говорят о том, что уважаемое российское правительство, вы не выполняете свои обещания, данные нам при покупке акций, генераций и так далее, и так далее. Вы нам говорили, что будет рынок либерализован, в первую очередь, рынок цены электроэнергии, стоимости киловатта часто, он уйдет в свободное плавание, вот сегодня 5% свободное плавание, через 2 года 15%, через 4 года полностью будет рынок свободен. Ничего это не происходит. Естественно, что называется, попально сказано. Вчера Чубай заявил, что это сделано на 100%. Мне кажется, мы отдалились от темы. Давайте вернемся к обсуждению того предмета, которым мы собрались. Молодежь и то, что может реальная сегодняшняя компания предоставить молодежи. Вот давайте к этому вернемся, а не к рынку. В интернете участвует Наталья Неганова, работник кадровой сферы Сугрес как раз. Напишет, кадры в ЕНЛ непрерывно перемещаются по миру, а наши в финале вернутся в Россию с багажом серьезным. И еще в политике компании экспат должен создать себе преемника из российского населения, сотрудника. Я соглашусь, оспаривать не буду. Мы сейчас немножко поговорили о том, что работник уехав, например, в Италию, либо в Словению, в Словакию, в Бразилию из России. Он возвращается, конечно же, с другим багажом. И не только практических знаний, профессиональных, но и с багажом общения, уклада, понимания, как построена там энергетика, как люди между собой общаются и так далее. Но проблема там все равно остается. Он оттуда возвращается с большим багажом, а вопрос в другом. А кому он с этим багажом в России-то нужен? Вот в чем главная проблема. Спасибо. Спасибо, да, если есть такое. Кто его примет и кто его ждет? Так, коллеги, нам надо завершать нашу встречу. Она немножко затянулась, тем не менее, есть ли какие-то вопросы, которые вы не можете не задать? Пожалуйста, Наташа. Я с удовольствием освобожу место. Наталья группа генерация. Хотелось бы узнать, есть ли у вас на станции такая штука, как целевое обучение. То есть хотите ли вы заранее знать, сколько молодых сотрудников вам нужно, допустим, через пять лет запустить эту программу и уже конкретно под потребности предприятия готовить студентов? И если есть, то насколько развито, если нет, то почему? И как вообще относитесь к всему этому делу? Такая штука у нас есть. Значит, целевое обучение происходит, оно на регулярной основе, практически круглый год, целевое обучение действующего персонала, который находится в штате. Его вот теперь регулярно чему-нибудь доучат. Я понял. Это первый момент, сопутствующий. Второй момент. Мы обучаем целевым образом, ну, мы это, я говорю, компания, а, конечно, не профсоюз. Прошу понять. Мы обучаем целевым образом студентов в УГТУ-ПИ на теплофаке, на электрофакультете. Мало того, компания Энель в рамках благотворительной деятельности, а у нас в компании есть и такая, значит, выплачивает определенное количество стипендий нужным нам и успевающим студентам и в том числе рядышком у нас город Азбест и Азбестовский энерготехникум есть. Так вот, еще и там мы студентам успевающим целевым образом выплачиваем стипендии, имея в виду, что они потом придут к нам на работу как из ЭГТУ-ПИ, так и из энерготехникума. Правильно ли я понимаю, что вы предоставляете им и стипендию, и практику, и гарантированное место, и сколько лет после окончания университета они должны отработать на станции? Минимум три. А по поводу практики? И практика предоставляется. Хорошо, спасибо. Но должен сказать, что не всегда наши интересы совпадают и обязательства не всегда выполняются со стороны студентов. А меры наказания тогда за невыполнение договора? Ну, это долгая песня. Попытаться, ну, договор, дальше пытаться через суд как-то, чтобы попросить студента или обязать студента вернуть деньги, затраченное на его обучение. То есть увильнуть можно? Ну, это песня долгая. В соответствии с российским законодательством не быстрая. Но бывают и такие моменты, о чем говорили предыдущие передо мной люди, что да, он учится, учится, а вдруг понимаешь, что да не мое это, не мое, я пойду петь, плясать, а никак не в энергетику. Деньги потрачены в пустую компанию. Специалист не получился. Он получил диплом и ушел куда-то. Давайте поблагодарим наших гостей. Спасибо. Спасибо. У нас продолжается наша работа, последняя фаза. Итак, кто будет развивать энергетику нашей страны и нашей области, нам надо будет разобраться в течение сегодняшнего дня. За работу! субтитры и субтитры и субтитры